Добро пожаловать на подкаст лаборатория Хабермана, где мы обсуждаем науку и научно обоснованные инструменты для повседневной жизни. Меня зовут Эндрю Хуберман, и я профессор нейробиологии и офтальмологии в медицинской школе Стэнфорда. Сегодня мы обсуждаем кетамин. Кетамин это удивительное соединение, которое в настоящее время используется как клинически, так и для лечения депрессии, суицидальности и ПЦР. Кроме того, это наркотик, которым часто злоупотребляют. Кетамин часто используется в рекреационных целях, и у него высокий потенциал злоупотребления. Поэтому сегодня мы обсудим как результаты исследований, посвященных клинической пользе кетамина, так и риски, связанные с ним. Мы обсудим механизмы действия, с помощью которых кетамин вызывает так называемые диссоциативные состояния. Я объясню тебе, что такое так называемая КДРА в научных терминах. Я расскажу о дозировках кетамина. Я расскажу о путях доставки кетамина. И на протяжении всего этого я буду подчеркивать как клинические преимущества, так и риски, то есть потенциальный вред от использования кетамина в несоответствующего клинического контекста. Итак, к концу сегодняшнего эпизода вы полностью поймете, что такое кетамин, как он работает в мозге и организме для выработки диссоциативных состояний и для облегчения депрессии. И ты поймешь, как это на самом деле может изменить нейронную схему. Это важная вещь, которую нужно понять о кетамине. Острые или немедленные эффекты кетамина, когда человек находится под воздействием кетамина. Это всего лишь часть истории о том, как кетамин изменяет мозг для лечения депрессии, суицидальности и других заболеваний, и ПЦР. И в более широком смысле, когда люди употребляют кетамин в рекреационных целях, кетамин оказывает немедленное острое воздействие. Но при этом происходят и долгосрочные изменения в мозге, которые важно понимать. В ходе сегодняшней дискуссии мы также будем много говорить о нейропластичности или способности вашей нервной системы изменяться в ответ на переживания. И мы будем говорить о нейропластичности не только в контексте кетамина, но и как об общей теме того, как меняется ваша нервная система каждый раз, когда вы учитесь все, что угодно. И в этой дискуссии вы много услышите об гнув или нейтрофическом факторе, происходящем из мозга. Нейтрофический фактор, происходящий из мозга, является важнейшей молекулой для всех форм обучения, памяти и изменений в вашей нервной системе. Так что в дополнение к изучению кетамина, его клинического действия и его отношения к рекреационному употреблению и злоупотреблению им, вы также узнаете много нового о нейропластичности БДНФ и о том, что это такое, что происходит в вашем мозгу прямо сейчас, когда вы учитесь. Прежде чем мы начнем, я хотел бы подчеркнуть, что этот подкаст не связан с моими преподавательскими и следовательскими обязанностями в Стэнфорде. Тем не менее, это часть моего желания и усилий донести до широкой общественности информацию о науке и связанных с наукой инструментах с нулевыми затратами для потребителей. В соответствии с этой темой я хотел бы поблагодарить спонсоров сегодняшнего подкаста. Наш первый спонсор компания Роука. Компания Роука производит очки высочайшего качества. Компания была основана двумя известными американскими пловцами из Стэнфорда, и все, что связано с очками и солнцезащитными очками Роука, было разработано с учетом их производительности. Я потратил всю свою жизнь, работая над биологией, зрительной системой, и могу сказать вам, что в вашей зрительной системе приходится бороться с огромным количеством проблем, различных задач для того, чтобы вы могли ясно видеть, когда, например, переходите из тенистого места в солнечное, когда вы смотрите на что-то вблизи или вдалеке. Компания Роука понимает все это и разработала свои очки таким образом, чтобы, независимо от условий, вы всегда могли видеть с идеальной четкостью. Их очки также чрезвычайно легкие, и они не соскользнут с вашего лица, если вы вспотеете. На самом деле изначально очки Роука были разработаны для использования в спорте, таких как бег, езда на велосипеде и так далее. И их все еще можно использовать для этого. Но на самом деле их очки и солнцезащитные очки предназначены для ношения в любое время. Я надеваю очки для чтения по ночам или когда веду машину ночью, а иногда надеваю солнцезащитные очки в середине дня. Хотя, конечно, я не надеваю солнцезащитные очки, когда выхожу на утренний солнечный свет, что должен делать каждый, чтобы установить свой циркадный ритм. Если вы хотите попробовать очки Роука iGlasses или солнцезащитные очки от Роука, просто зайдите на сайт Роука, это roka.com, и введите код HUBAMAN, чтобы сохранить его. Скидка 20% на ваш первый заказ. Повторяю, это roka.com, и введите код HUBAMAN при оформлении заказа. Сегодняшний эпизод также представлен нам компанией Aidsleep. Компания Aidsleep производит умные на матраснике с функцией охлаждения, обогрева и отслеживания сна. Я уже много раз говорил в этом подкасте и в других местах о том факте, что сон является основой психического здоровья, физического благополучия и работоспособности. Когда мы спим хорошо и достаточно, все эти аспекты улучшаются. А когда мы не спим хорошо или недостаточно, все эти аспекты, психическое здоровье, физическое здоровье и работоспособность ухудшаются. Так вот, ключевым компонентом хорошего ночного сна является то, что температура окружающей среды, в которой вы спите, должна быть такой, чтобы температура вашего тела снижалась на 1-3 градуса для того, чтобы вы могли заснуть и оставаться глубоко погруженным в сон. И чтобы температура вашего тела повышалась примерно на 1-3 градуса для того, чтобы вы могли заснуть. Чтобы просыпаться с ощущением свежести. С помощью восьми чехлов для матрасов Sleep вы можете настроить температуру своего спального места таким образом, чтобы вы всегда могли выспаться как можно лучше. Я сплю на наматраснике Aidsleep уже около двух лет, и должен сказать, что это значительно улучшило мой сон. Если вы хотите попробовать на матрасник Aidsleep, вы можете обратиться в компанию Aidsleep.com Huberman и сэкономить 150 долларов на их на матраснике по 3. В настоящее время они поставляются в США, Канаду, Великобританию, некоторые страны ЕС и Австралию. Еще раз повторяю, это восьмиядерный .com Huberman. Хорошо, давайте поговорим о кетамине. Я понимаю, что многие люди слышали о кетамине, но большинство людей не осознают, что кетамин очень похож на другой наркотик, называемый PHV или фенциклидин, который известен под уличными названиями ангельская пыль или шерп. Здесь есть и другие названия улиц. Когда я был маленьким, я много слышал о PHP. Нам рассказывали об этом в школе. Ты часто слышал об этом в полицейских шоу, по телевизору. А еще считалось, что PHP устраняет у людей восприятие боли и делает их склонными к насилию. На уроках наркологии вы часто слышали истории о том, как люди, принимающие PHP, бьют фонарные столбы и ломают себе руки. Они могут отбиваться от восьми или десяти полицейских, которые пытаются надеть на них наручники. Я не знаю, правда это или нет, но мы много слышали о PHV, и он ассоциировался с наркотиками, вызывающими злоупотребление, такими как кокаин, метамфетамин. Он был объединен в одну группу. Это категория. В наши дни, когда мы слышим о кетамине, редко кто упоминает, что кетамин и PHV на самом деле имеют более или менее одинаковый механизм действия. Хорошо, я не говорю о деталях. Я говорю в широком смысле. Они имеют одинаковый механизм действия в мозге, что оба из них это диссоциативные анестетики. И в наши дни, как правило, когда мы слышим о кетамине, мы слышим о его пользе. Мы слышим, что он может помочь вылечить депрессию. Мы слышали, что это может помочь уменьшить или вылечить суицидальность, что это может быть использовано для лечения ПЦР. И действительно, все это верно в соответствующем клиническом контексте, в соответствующих дозировках и с соответствующей частотой. Кетамин оказался чудесным лекарством для некоторых людей, но не для всех людей, для лечения депрессии, суицидальности и ПЦР. Тем не менее, кетамин также имеет очень высокий потенциал для злоупотребления. И поэтому неудивительно, что в наши дни мы часто слышим о кетамине, в том числе в контексте его употребления на вечеринках. Вы слышите о людях, впадающих в так называемые кадыры, которые представляют собой особое состояние, это связано с небольшим или большим превышением дозы кетамина. Мы вернемся к этому чуть позже, что это такое, насколько это опасно и так далее. В любом случае, кетамин это невероятный препарат, очень похожий на ПХВ, фенциклидин, и это препарат, который в настоящее время используется в различных клинических целях, лечения депрессии и так далее, а также его рекреационное использование. Что я хочу этим сказать? Я имею в виду людей, которые легально получают доступ к кетамину с целью лечения депрессии, но принимают этот кетамин вне клиники, вне кабинета врача, что представляет собой совершенно иной набор состояний, чем большинство проведенных исследований кетамина и его роли в депрессии. И неудивительно, что при расширении доступа к такому наркотику, как кетамин, а на самом деле к любому наркотику, который потенциально может вызвать злоупотребление, мы также наблюдаем увеличение числа людей, употребляющих этот наркотик в рекреационных целях, и некоторые из них действительно становятся зависимыми от кетамина. Я знаю, что многие из вас, вероятно, задаются вопросом, можно ли стать зависимым от кетамина. Действительно, люди могут стать зависимыми от кетамина. Есть некоторые люди, которым его действия настолько нравятся, что они вынуждены употреблять кетамин, даже несмотря на то, что употребление кетамина ухудшает их общую жизнедеятельность. Итак, работа, учеба, отношения, финансы и так далее. Тем не менее, кетамин действительно широко используется в клинических целях. Итак, в настоящее время ситуация вокруг кетамина сильно отличается от той, что была 10 или 20 лет назад, когда его очень тесно связывали с ПХВ, фенцикладином и действительно просто смотрели на как наркотик, которым злоупотребляют. В 1970-х годах было несколько ранних случаев применения кетамина для лечения посттравматического расстройства. В основном это касалось солдат во Вьетнаме или людей, вернувшихся из Вьетнама. Но на самом деле клиническое применение кетамина для лечения депрессии, суицидальных наклонностей и посттравматического стрессового расстройства только началось за последние 5-10 лет. Именно это привело нас к новому интересу, пониманию и использованию кетамина в клиническом и рекреационном контексте. Так как же получилось, что препарат, который когда-то считался просто уличным наркотиком, который был плохим, 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 теперь назначается широко распространен, и вокруг него царит такой интерес? На самом деле это имеет отношение к нашему пониманию того, что такое депрессия и чем она не является. Поэтому я хотел бы уделить вам одну-две минуты и немного рассказать об истории возникновения депрессии и ее лечении. То, что мы наблюдали примерно с середины прошлого века, то есть примерно в 1950 году, но по-настоящему начало развиваться в начале 1980-х и 90-х годов, это так называемое называется моноаминовая гипотеза депрессии. Моноамины, как следует из названия, синтезируются из аминокислот. Это отличный способ запомнить моноамины. К моноаминам относятся такие вещества, как серотонин, дофамин и норадреналин, хотя существуют и другие моноамины. Моноамины это нейромедиаторы или точнее нейромодуляторы, то есть они изменяют активность нейронных цепей в мозге и теле. Они могут повышать уровень активности во множестве различных областей мозга, или снижать активность нейронных цепей во множестве различных областей мозга. а также так же, как и внутри тела, верно? в твоем кишечнике есть серотонин, и он нуждается в нем допамин также играет важную роль в организме, и так далее, и тому подобное моноаминовая гипотеза депрессии на самом деле основана на идее, что именно дефицит этих моноаминов, будь то серотонин, дофамин или норадреналин или какая-то их комбинация, приводит к депрессии на самом деле существует очень мало свидетельств того, что при любой форме депрессии наблюдается дефицит моноаминов, если таковые вообще имеются однако совершенно очевидно, что препараты, повышающие уровень определенных моноаминов, такие как Прозок или Залофт, повышающие уровень серотонина или такие препараты как Бупририн, который часто используется препарат под названием Велбутрин, таково его коммерческое название который повышает уровень дофамина и норадреналина, часто может облегчить определенные симптомы депрессии у некоторых людей. Однако за последние 30-40 лет мы выяснили, что препараты, повышающие уровень определенных монауминов для лечения депрессии, эффективны только у примерно 40% людей, страдающих депрессией, которые их принимают. У них много побочных эффектов. Некоторым людям повезло, что они могут использовать достаточно низкую дозу или, возможно, даже достаточно высокую дозу, которая дает им облегчение от депрессивных симптомов. Но не вызывает побочных эффектов, из-за которых им становится так неудобно использовать это лекарство. Наркотик, который они предпочли бы не принимать. Однако многие люди действительно получают облегчение от депрессии с помощью таких препаратов, как Залофт, Паксил или Проприрон. Обнаруживают, что побочные эффекты, которые включают такие вещи, как сухость во рту, хотя чаще всего это снижение или повышение аппетита, или значительное снижение либидо, или изменение в режиме сна, и так далее. Эти побочные эффекты действительно делают невозможным или, по крайней мере, очень неудобным для них прием этих лекарств. И, конечно же, 60% людей, страдающих депрессией, вообще не реагируют на эти лекарства. Сейчас я хочу внести предельную ясность. Такие препараты, как СИОС, такие препараты, как Велбутрин, помогли огромному числу людей избавиться от симптомов депрессии, и во многих случаях предотвратили их появление, а также от суицидальных наклонностей. Однако есть также огромное количество людей, которые испытали множество побочных эффектов и проблем, связанных с этими препаратами. Отсюда и желание найти другие соединения, которые могут лечить депрессию, не создавая подобных профилей побочных эффектов. И в идеале это может принести облегчение не только 40%, но и всем людям, страдающим от депрессии. Вот тут-то и появляется кетамин. До 1990-х годов его в основном изучали в лабораториях неврологии и фармакологии на предмет его токсических свойств и анестезирующих свойств. Таким образом, кетамин является диссоциативным анестетиком. На самом деле он используется для создания определенных форм анестезии при хирургических вмешательствах. Он используется не всегда, но часто. Если у вас когда-либо была операция, вам, возможно, захочется спросить своего анестезиолога о том, какие лекарства вы мне даете, чтобы я мог пройти курс лечения. Какими лекарствами вы меня поддерживаете, и, может быть, даже какие лекарства вы мне даете, чтобы вывести меня из наркоза. Потому что, как оказалось, когда вы приступаете к наркозу, ваш анестезиолог редко назначает вам только одно лекарство. Обычно они дают тебе одно лекарство, чтобы немного избавиться от беспокойства и, возможно, иногда немного облегчить боль. А потом тебе дадут другой препарат, чтобы погрузить тебя в более глубокий наркоз. Кроме того, в настоящее время существуют изощренные способы контролировать уровень анестезии. Также существуют изощренные способы, позволяющие при необходимости вывести вас из состояния глубокой анестезии, если эта степень анестезии слишком глубока. Когда я говорю об уровне анестезии, я просто имею в виду переход от полного бодрствования к снижению тревожности, к засыпанию. До такой степени, что даже если кто-то ущипнет тебя за палец ноги или за руку, например, очень сильно, ты не проснешься от этого. Хорошо, значит, витамин обладает свойством действовать как анестетик. Он подавляет болевую реакцию и в определенных дозах может привести к глубокому наркозу. При меньших дозировках он может привести вас к переходным точкам между бодрствованием и глубоким наркозом. И это действительно та переходная точка между бодрствованием и глубоким наркозом, которую мы будем называть диссоциативным состоянием. Это своего рода пограничное состояние, немного похожее на сон. В нем могут быть какие-то сказочные качества. Именно это состояние чаще всего используется для лечения депрессии, суицидальности и посттравматического стрессового расстройства. Это подводит нас к действительно важному моменту, который заключается в том, что когда люди используют кетамин для развлечения, неясно, какого именно уровня анестезии или диссоциации они на самом деле добиваются. И именно поэтому мы слышим о некоторых желаемых эффектах кетамина, которые побуждают людей использовать его для развлечения. И вот почему мы также слышим о людях, испытывающих некоторые неприятные или даже очень неприятные или опасные переживания при употреблении кетамина в рекреационных целях. Потому что мы говорим о препарате, который оказывает множество различных эффектов в зависимости от дозы. И как мы скоро поговорим, люди сильно различаются в своей реакции на различные дозы кетамина и пути доставки кетамина. Независимо от того, доставляется он перорально или нет в виде таблеток, таблетку или вводят сублингвально в так называемый отрож, который растворяется под языком, или вводят внутривенно, а затем вводят в вену или внутримышечно и так далее. Каждый из этих препаратов может вызывать совершенно разные эффекты с точки зрения скорости начала действия и типа воздействия, которое он оказывает на мозг и тело. Итак, в начале 90-х годов, в лабораториях, которые изучали модели на животных, то, что мы называем доклиническими моделями таких явлений, как депрессия, обучение и память, и в некоторой степени кетамин, но в основном фокусировались на обучении, памяти и депрессии, было сделано интересное открытие. Существует определенная доклиническая модель депрессии, довольно распространенная в лабораториях, которая включает в себя взятие крысы или мыши и помещение их в небольшой контейнер, похожий на мензурку или банку. Иногда это просто поднос с водой. Возможно, ты удивишься, узнав, а может и нет, что если поместить крысу или мышь в воду, они будут плавать. Все в порядке. Значит, они ходят по воде, чтобы держать голову над водой и не утонуть. Я понимаю, что некоторым из вас возможно неприятно слышать об исследованиях на животных, но это одна из распространенных доклинических моделей депрессии, в которую помещают крысу или опустите мышь в воду, дайте ей поплавать и посмотрите, в какой момент она сдастся. Дело в том, что если вы опустите крысу или мышь в воду, они попытаются спасти свою жизнь поплыв, но в какой-то момент они просто сдадутся и начнут тонуть. И, конечно же, исследователь должен спасти крысу или мышь, поместить их обратно в клетку, высушить, накормить и так далее. Эта доклиническая модель называется моделью беспомощности при обучении. И она стала популярной доклинической моделью депрессии, потому что, конечно, мы не можем спросить мышей или крыс, находятся ли они в депрессии или счастливы. Я полагаю, вы можете спросить их, но они вряд ли дадут какой-либо осмысленный ответ. Таким образом, мы можем только наблюдать за их поведением, чтобы понять, испытывают ли они чувство счастья или депрессии. И, конечно же, это очень трудно оценить на животных моделях любого рода. Вы могли бы сделать предположение, основываясь на других поведенческих особенностях, например, регулярно ли они ухаживают за собой, регулярно ли они едят. Ты знаешь, есть вещи, которые более или менее соответствуют тому, что мы считаем здоровьем или отсутствием здоровья у человека, который счастлив или подавлен. Но в контексте попыток понять депрессию на этих доклинических моделях на животных, поведение, которое вы действительно можете тщательно количественно оценить у множества различных животных и состояний, это действительно полезно. То, как мы опускаем крысу или мышь в воду и смотрим, сколько времени пройдет, прежде чем они сдадутся, чтобы спасти свою собственную жизнь, называется моделью выученной беспомощности. И что это позволило исследователям сделать, так это взять крыс и мышей, поместить их в воду, посмотреть, сколько времени прошло, прежде чем они сдались, а затем дать им различные лекарства, чтобы увидеть, ускоряет ли какое-либо из этих лекарств или продлевает продолжительность, в течение которой они сдавались. Животное попытается спасти свою собственную жизнь. В этом действительно есть некоторые существенные параллели с человеческой депрессией. Одним из отличительных признаков депрессии является то, что люди перестают позитивно мыслить о своем будущем. Депрессия, конечно же, может включать в себя множество других симптомов. Ты знаешь, например, одним из наиболее заметных симптомов депрессии является постоянное пробуждение около 2, 30 или 3, 30 утра и невозможность снова заснуть. Имей в виду, что если ты просыпаешься в 2.30 или в 3.30 ночи и не можешь снова заснуть, это не означает, что ты абсолютно подавлен. Это просто не тот случай. Но этот тип недосыпания плюс некоторые другие вещи, такие как отсутствие предвкушения позитивного будущего, неспособность представить будущее каким-либо значимым или позитивным образом и так далее, это один из ключевых признаков того, что мы называем серьезным депрессивным эпизодом. Таким образом, эта доклиническая модель выученной беспомощности позволила исследователям протестировать множество различных лекарств и установить, какие препараты в каких дозировках позволяли животным дольше бороться за свою жизнь, когда их помещали в воду. Это действительно очень простая модель, но она выявила некоторые очень интересные вещи, по крайней мере одна из которых заключается в том, что когда животным вводили кетамин. Этот диссоциативный анестетик, но им вводили дозы кетамина, которые были ниже тех, которые могли бы вызвать полную анестезию, эти животные плавали в течение длительного времени. Их жизнь намного дольше. В какой-то степени это должно вызывать удивление, и на самом деле это было неожиданностью для исследователей, потому что кетамин является так называемым блокатором НДА рецепторов. Сейчас, когда я говорю блокатор, я не вдаюсь в подробности о том, что это за конкретная форма блокатора, но я действительно хочу сказать упомяните, что блокатор иногда называют антагонистом, в то время как то, что способствует активности рецептора, называется агонистом. Все в порядке. Так что если ты сможешь запомнить, что кетамин является антагонистом или блокатором НДА рецепторов, то с тобой все будет в порядке до конца сегодняшнего разговора. Я еще не сказал тебе, что такое НДА. НДА расшифровывается как N-метил-диаспартат, и тебе не нужно это запоминать. Но неожиданностью для исследователей стало то, что этот препарат, кетамин, позволяет животным дольше бороться за свою жизнь. Так вот, у него есть свойство преодолевать то, что мы называем выученной беспомощностью или чувством беспомощности, также известное как эффект антидепрессанта. И мы также знаем, что это антагонист или блокатор НДА рецепторов. И это вызывает недоумение, потому что мы также знаем, что НДА рецептор имеет решающее значение для изменения нейронных схем в мозге. Он имеет решающее значение для нейропластичности. Иными словами, вот препарат, который блокирует рецептор, который имеет решающее значение для нейропластичности, для изменений в мозге, и все же каким-то образом это происходит, позволяя этим животным дольше бороться за свою жизнь. Это каким-то образом вселяет в них больше надежды. По крайней мере такова субъективная интерпретация того, что можно наблюдать, когда мышь или крыса плавают гораздо дольше, в то время как в противном случае они просто сдались бы, и опустились на дно сосуда. В общем, ученые делятся на два типа. Есть ученые, которые смотрят на результаты подобных исследований и говорят, о, вот это лекарство, которое, как предполагается, окажет на нас ужасное воздействие. Это анестетик, который блокирует НДА рецепторы, а НДА рецепторы полезны для нейропластичности. И каким-то образом это также позволяет этим животным дольше плавать. И я бы сказал, что одна категория ученых просто посмотрела бы на это и сказала, вау, это большой клубок запутанных факторов. Как же это можно совместить, не так ли? Изменения в мозге должны быть полезными и, возможно, даже лежать в основе нашей способности выздоравливать от депрессии. Это лекарство блокирует нейропластичность, но каким-то образом снимает депрессию. Я собираюсь отказаться от этого. Я собираюсь заняться чем-то гораздо более простым. А еще есть другая категория ученых, которая, слава богу, существует, которые рассматривают это очевидное противоречие так. Хорошо. Есть лекарство, которое блокирует пластичность. Считается, что пластичность важна для преодоления депрессии, и все же лекарство может обеспечить по крайней мере некоторое облегчение от депрессии. В этих доклинических моделях на животных. И они говорят, что мне нравятся хорошие головоломки, не так ли? Чем сложнее головоломка, тем интереснее. И они начинают углубляться в доклинические исследования и беседовать с клиницистами, которые лечат пациентов от депрессии. И, как я уже сказал, слава богу, что такие ученые существуют. И слава богу, что они это сделали, потому что оказалось, что когда клиницисты испробовали кетамин у пациентов с депрессией в качестве средства для облегчения депрессии, он оказал поразительный эффект. Примерно в 2000 году начали появляться первые публикации о клиническом применении кетамина для лечения депрессии. Теперь нам нужно вспомнить контекст, в котором все это происходило. Ты знаешь, в 2000 году такие препараты, как Прозак и некоторые аналогичные СИОС, селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, такие как Веллутрин, действительно появились на рынке в полную силу. И как мы уже говорили ранее, некоторые люди получали облегчение, некоторые люди получали облегчение с большим количеством побочных эффектов. И поэтому принимали решение не принимать эти наркотики. И многие люди, большинство людей, принимавших эти лекарства, не получали облегчения. Поэтому возникла реальная срочная необходимость в поиске других лекарств для лечения депрессии. И кетамин, по крайней мере, судя по его очевидным свойствам, как диссоциативного анестетика, кажется последним препаратом, который вы хотели бы использовать для лечения депрессии, не так ли? Он диссоциирует людей. Мы даже слышали о диссоциации как симптоме депрессии. И все же произошло то, что небольшое число клиницистов-первопроходцев начали изучать использование кетамина в клинике для лечения депрессии. И в частности депрессии, которая не поддавалась никакому другому лечению. Возникла острая необходимость в поиске других соединений, а также в повышении мотивации для тестирования некоторых из них, назовем их атипичными соединениями для лечения депрессии. Итак, одна из самых важных работ, посвященных использованию кетамина для лечения депрессии, озаглавлено антидепрессивное действие кетамина у пациентов с депрессией. Я привел ссылку на эту статью в заголовках к заметкам в шоу. Это небольшое исследование, так что в нем задействовано совсем немного испытуемых, на самом деле всего 7 испытуемых, у всех из которых была тяжелая депрессия. Им делали внутривенные инъекции кетамина в дозе полмиллиграмма на килограмм массы тела. Эта дозировка полмиллиграмма на килограмм массы тела оказывается очень важной для сегодняшнего обсуждения, потому что она послужит отправной точкой для последующих обсуждений, когда мы перейдем к другим темам. Способы доставки кетамина, такие как пероральный кетамин в форме таблеток или сублингвальный кетамин. И как это связано с такими вещами, как кетаминовая дыра, диссоциативное состояние или различные эффекты, которые кетамин может оказывать, в зависимости от дозы и способа доставки. Тем временем, возвращаясь к этому исследованию, они обнаружили, что когда они водили кетамин пациентам с тяжелой депрессией, кетамин оказывал действие кетамина, проявлялась в течение нескольких минут, в течение 10 или 15 минут. И они испытывали своего рода пиковое состояние и эйфории, ясно? Значит, они не вводят глубокую анестезию, верно? При такой дозировке они вводят людей в своего рода эйфорическое, мечтательное, полудиссоциативное состояние. Это происходило в течение 15 минут и достигало своего пика примерно через 45 минут-час после того, как им вводили препарат. И что общее действие препарата в виде эйфории было эффективно прекращено примерно через 2 часа или около того. И эта временная последовательность эффектов вполне логична. Если вы посмотрите, скажем, на период полураспада кетамина, то есть на то, сколько времени требуется для того, чтобы половина препарата была выведена из организма, активен в системе и так далее. Но что действительно интересно в этом исследовании и других подобных ему, так это то, что пациенты испытали облегчение от своей депрессии почти сразу после принимая наркотик. Это происходило в течение нескольких минут или часов, и что это продолжалось в течение нескольких дней после приема кетамина. Итак, диссоциативный эйфорический, похожий на сон эффект кетамина наступает очень быстро. Он очень-очень заметен, не так ли? Человек по сути просто лежит и переживает это эйфорическое, похожее на сон диссоциативное состояние. И он немедленно получает некоторое облегчение от своей депрессии. И все же наблюдается стойкое облегчение от этой депрессии, которая продолжалась по крайней мере 3 дня после начала лечения. Ключевой темой сегодняшнего обсуждения будет то, что антидепрессивный эффект кетамина, по-видимому, довольно кратковременен, по крайней мере, когда человек изучает один или два метода лечения с кетамином. Другими словами, типичная ситуация заключается в том, что люди, принимающие кетамин, испытывают эйфорический диссоциативный эффект, подобный сновидениям, и после этого чувствуют немедленное облегчение от своей депрессии. Это одна из особенностей, которая делает кетамин невероятно привлекательным препаратом для лечения депрессии, особенно депрессии, которой он не реагирует на другие формы лечения, которые заключаются в том, что люди получают облегчение очень-очень быстро. Действительно, в тот же день, когда они начинают лечение. Теперь это особенно важно, когда вы думаете о том факте, что моноаминовая гипотеза депрессии, которая привела к открытию и разработке всех этих лекарств, таких как СИОС, Уилбутрин и так далее, имеет решающее значение. Эти препараты часто могут оказать поддержку людям, страдающим депрессией. Повторяю, только 40% людей получают истинное облегчение от своей депрессии. И опять же, в некоторых случаях возникают некоторые побочные эффекты или серьезные проблемы с побочными эффектами, с которыми необходимо бороться. Но даже положительные эффекты, даже при самых благоприятных условиях, часто не проявляются в течение нескольких недель или месяцев после того, как кто-то начинает принимать препарат. Некоторым из вас это может показаться не таким уж долгим ожиданием, но если вы страдаете от депрессии, даже еще один день, даже еще один час с депрессией кажется почти неуправляемым. К сожалению, многие люди, страдающие подобными формами депрессии, продолжают совершать самоубийство. Поэтому крайне важно обеспечить быстрое лечение депрессии даже в тот же день, когда она проходит. И на основании этого исследования выяснилось, что кетамин действительно был и остается этим препаратом до сих пор. Я, конечно же, не хочу представлять кетамин в вашем представлении как чудодейственное лекарство от депрессии. На самом деле, я на самом деле не верю в чудодейственные лекарства. Я не думаю, что существует какое-либо соединение, которое само по себе может вызвать все желаемые эффекты без каких-либо негативных последствий для здоровья. Таким образом, это можно было бы назвать чудодейственным лекарством. Биология работает по-другому. Между фармакологией, нашим поведением и тем, что мы решаем делать или не делать, всегда существует взаимосвязь. К этой теме мы вернемся чуть позже, когда будем говорить об антидепрессивном поведении и роли кетамина в создании антидепрессивного поведения для облегчения депрессии. Учитывая вышесказанное, в исследовании, о котором я только что упомянул, а также во многих других последующих исследованиях, подчеркивалось, что кетамин может обеспечить значительное снижение не только депрессии и суицидальности, но и чувства беспомощности и никчемности, которые связаны с тяжелой депрессией. И опять же это могло бы помочь людям, которые также не реагировали на другие формы лечения депрессии, такие как СИОС и так далее. Так что, хотя мы и не хотим называть это чудодейственным лекарством, кетамин оказался и остается невероятным лекарством для лечения депрессии у определенных людей. Случаи. Теперь в дополнение к этому клинические исследования показали, что кетамин обеспечивает облегчение, а не только при резистентной к лечению депрессии у детей. Тип глубокой депрессии, верно? Существует много различных форм депрессии, но основная депрессия это та, о которой мы обычно думаем или на которую ссылаемся, когда мы поговорим о депрессии. Но было также доказано, что кетамин эффективен при лечении биполярной депрессии, иногда называемой биполярным расстройством. Хотя в настоящее время ее чаще называют биполярной депрессией. Кстати, я провел целый эпизод, посвященный биполярной депрессии. Если ты хочешь знать, что это такое, а что нет, чем это отличается от пограничного расстройства личности и так далее, ты можешь зайти на сайт HabermanLab.com, просто введите в поисковую функцию Байпола, и она приведет тебя к этому эпизоду. Было также доказано, что кетамин полезен для лечения ПЦР, ОКР, обсессивно-компульсивного расстройства, тревоги и различных форм зависимости от психоактивных веществ. Таким образом, кетамин не является чудодейственным лекарством, но похоже он имеет широкое применение и очень успешен при лечении психоактивных веществ. Множество серьезных психиатрических проблем. Именно из-за того, что кетамин доказал свою невероятную эффективность, у него также есть некоторые серьезные проблемы, которые напрямую связаны с тем, как он работает в мозге. Или по крайней мере, исходя из того, что мы понимаем о том, как это работает в мозге. Я имею в виду, что кетамин обладает очень быстрым действием. Он часто помогает избавиться от депрессии практически мгновенно, то есть в тот же день. Однако этот эффект длится очень недолго. Примерно через три дня или неделю антидепрессивный эффект кетамина часто ослабевает. В результате возникает ситуация, когда людям, возможно, придется принимать кетамин каждую неделю, и все же это создает достаточно диссоциативное состояние, то есть настолько отвлекает людей от их обычной повседневной жизни, что перспектива того, что люди будут принимать кетамин каждую неделю, на самом деле не так уж и реальна, а также из-за некоторой склонности к злоупотреблению кетамином, то есть из-за того, что он вызывает привыкание или аддикцию. Есть также опасения, что если люди принимают кетамин каждую неделю для лечения своей депрессии, то они могут стать так называемыми зависимыми от кетамина. Сейчас, к счастью, были проведены исследования кетамина и того, как он работает, не только в краткосрочной, но и в долгосрочной перспективе, которые привели к некоторым очень важным клиническим исследованиям, в которых изучались, например, люди, принимающие кетамин два раза в неделю в общей сложности в течение трех недель. И вот что они обнаружили, так это то, что да, после первого приема они получают некоторое облегчение от депрессии. Они принимают его второй раз за неделю, чтобы немного избавиться от депрессии. И они делают то же самое на следующей неделе и еще через неделю. И когда они делают это, они получают облегчение от депрессии на протяжении всех этих трех недель. Но оказывается, что эффект также обладает некоторой так называемой стойкостью. Например, если люди принимают этот режим дозирования два раза в неделю, то есть кетамин два раза в неделю в течение трех недель. В целом они обнаруживают, что по истечении этих трех недель они получают некоторое постоянное облегчение от своих депрессивных симптомов, которое может длиться месяцами или более, прежде чем им придется повторять этот режим дважды в неделю в течение трех недель. Конечно, не во всех исследованиях, посвященных использованию кетамина для лечения депрессии, использовался именно такой режим дозирования. Принимайте кетамин дважды в неделю в течение трех недель, затем сделайте перерыв и повторяйте. Принимайте кетамин дважды в неделю в течение трех недель, затем сделайте перерыв и повторяйте. Некоторые люди изучали возможность давать кетамин один раз в неделю или даже три раза в неделю, или делать это раз в неделю в течение пяти недель, а затем делать длительный перерыв, прежде чем повторять схему лечения. Существует множество различных исследований, но если посмотреть на все эти исследования и объединить их воедино, становится совершенно ясно, что кетамин обеспечивает облегчение депрессивных симптомов сразу же и в течение нескольких дней после лечения. Но когда эти методы лечения довольно тесно связаны друг с другом, то становится очевидным, что кетамин обеспечивает облегчение депрессивных симптомов сразу же после лечения. Это некая стойкость, некое постоянное избавление от депрессии. И то, о чем это говорит, нам очень важно. На самом деле, я надеюсь, что каждый действительно подчеркнет это в своем сознании, когда услышит это. Весьма вероятно, что кетамин действует по крайней мере с помощью двух, а возможно и трех различных механизмов, чтобы обеспечить облегчение от депрессии. Один из этих механизмов очень быстро вызывает облегчение от депрессии. И, по-видимому, связан с тем эйфорическим диссоциативным состоянием, похожим на сон, которое человек испытывает, когда находится под воздействием наркотика, влияние кетамина. Второй механизм, по-видимому, обеспечивает избавление от депрессии в течение нескольких дней и недель, следующих за приемом кетамина. Также, по-видимому, существует третий механизм, с помощью которого кетамин может вызывать длительные изменения в нервной системе. И именно эти три механизма, краткосрочные, средние и долгосрочные, вызывают изменения в нейрохимии и, что более важно, изменения в фактической проводимости нервных цепей, которые позволяют кетамин обеспечивать невероятное облегчение от депрессии. Итак, далее мы обратимся к тому, что представляют собой эти механизмы, потому что, понимая эти механизмы, вы поймете, как кетамин обеспечивает это облегчение от депрессии. Но вы также придете к пониманию более важной и более широкой темы о том, что на самом деле представляет собой депрессия на уровне нейронных цепей и как облегчение депрессии. Может быть вызвана депрессия, это все, что связано с нейропластичностью. Как многие из вас знают, я принимаю AGI-1 ежедневно с 2012 года, поэтому я рад, что они спонсируют этот подкаст. AGI-1 это витаминно-минеральный пробиотический напиток, разработанный для удовлетворения всех ваших основных потребностей в питании. Сейчас, конечно, я стараюсь получать достаточное количество витаминов и минералов из цельных источников пищи, включая овощи и фрукты, каждый день. Но часто я просто не могу получить достаточное количество порций. Но с AGI-1 я уверен, что получу достаточное количество необходимых мне витаминов, минералов и пробиотиков, а также адаптогены, которые помогают справиться со стрессом. Проще говоря, я всегда чувствую себя лучше, когда принимаю AGI-1. У меня появляется больше сосредоточенности и энергии, и я лучше сплю. К тому же у этого блюда отличный вкус. По всем этим причинам всякий раз, когда меня спрашивают, если бы ты мог принять только одну добавку, что бы это было? Я отвечаю только на одну. Если ты хочешь попробовать AGI-1, зайди на сайт drinkakwan.com Huboman, чтобы воспользоваться специальным предложением. С этого момента и до 12 августа 2023 года AGI-1 раздает 10 бесплатных дорожных упаковок, плюс годовой запас витамина D-Trick-2. Еще раз повторяю, если вы зайдете в drinkakwan.com Huboman, вы можете воспользоваться специальным предложением в виде 10 бесплатных дорожных упаковок, плюс годовой запас витамина D-Trick-2. Так как же на самом деле действует кетамин? Мы уже установили, что кетамин блокирует НДА-рецептор, и что НДА-рецептор имеет решающее значение для многих форм, не для всех, но для многих форм нейропластичности. Теперь я понимаю, что некоторые из вас возможно знакомы с так называемыми легандами и рецепторами, но большинство из вас, вероятно, нет. Леганд — это химическое вещество, которое связывается с рецептором, а рецептор подобен небольшому парковочному месту на внешней стороне клетки. Внутри клеток также могут быть рецепторы, но в большинстве случаев, когда мы говорим о нервных клетках, нейронах, и вы слышите слово рецепторы, вы слышите о рецепторах, расположенных снаружи клетки. Значит, в наших нейронах нет рецептора НДА, который связывал бы кетамин. На самом деле он существует для того, чтобы связывать множество других эндогенных веществ, которые естественным образом вырабатываются нами. Но кетамин обладает очень высоким так называемым сродством. У него очень высокая вероятность связывания с НДА рецептором, если его вести в наш кровоток. Поэтому, когда кетамин принимают в форме таблеток, сублингвально, то есть под язык, когда его вводят в мышцу или вену, он попадает в кровоток, а затем его действие прекращается. Способен легко преодолевать гематоэнцефалический барьер, так называемый ГЭП — гематоэнцефалический барьер. Гематоэнцефалический барьер препятствует проникновению многих веществ в мозг, но кетамин очень легко проникает через гематоэнцефалический барьер. Как только он попадает в мозг, он обладает очень высоким сродством к НДА рецепторам, что означает, что он знает, как искать их и связываться с ними. Теперь самый простой способ объяснить, как НДА рецепторы обычно способствуют нейропластичности, заключается в том, что они представляют собой так называемые вороты. А элемент, и как следует из названия, это функция в ячейке или в системе, где должны присутствовать две вещи. На самом деле для тех из вас, кто немного разбирается в инженерии или компьютерном программировании, вы будете знакомы с элементами, и для тех из вас, кто этого не делает, не беспокойтесь об этом. Прямо сейчас я объясню, что такое ворота и... Элемент и в контексте функционирования нервной системы, это когда присутствуют две вещи, такие как химическое вещество А и химическое вещество В. Оба должны присутствовать для того, чтобы произошел какой-то процесс, скажем, нейропластичность. Рецептор НДА, как я упоминал ранее, представляет собой рецептор на поверхности нейронов, который связывает глутамат, молекулу, которую мы все вырабатываем в нашем мозге, и активирует другие нейроны. Это так называемый возбуждающий нейромедиатор. Существует множество различных рецепторов для глутамата, и эти рецепторы постоянно связывают глутамат. Однако, чтобы активировать НДА рецептор, в нем должно присутствовать большое количество глутамата, и это должно происходить в течение очень короткого периода времени. Таким образом, НДА рецептор — это ворота и в том смысле, что глутамат должен присутствовать и связывать его, и это должно происходить в течение очень короткого периода времени. Для того, чтобы это произошло, требуется большая электрическая активность, большое количество входных данных. Так вот, это рецептор, который в первую очередь реагирует на необычно высокие или частые уровни электрической активности. Давайте рассмотрим это в контексте реального мира, чтобы в этом было немного больше смысла. Мне больше всего нравится, что вы все много двигаете руками в течение дня. Теперь, когда я стал взрослым, моя двигательная кора, область моего мозга, которая контролирует координацию движений в конечностях, имеет связи от моего головного мозга к спинному мозгу, от спинного мозга к мышцам, и это то, что позволяет мне двигать своими конечностями. В условиях, когда я просто двигаю конечностями и занимаюсь чем-то в течение дня, выпиваю чашку кофе или мате. Ну, знаете, выхожу на улицу, чтобы полюбоваться солнечным светом по утрам, занимаясь тем, что я делаю каждый божий день, и что я уже знаю, как делать. Глутамат определенно участвует в этом процессе. Это связывание глутамата с другими типами рецепторов, которые называются ампорецепторами, для тех из вас, кто хочет знать, участвует в этом процессе. Это типичный уровень активности. Однако, если бы я сел за этот стол и получил команду или решил выполнить какое-то конкретное действие, двигательные движения конечностей, скажем, двигаю рукой в последовательности из трех точек, те из вас, кто наблюдает за нами, могут увидеть вот это. Для тех из вас, кто слушает, не беспокойтесь об этом. Смотреть на это не очень интересно. Суть просто в том, что я собираюсь нажать пальцем на одну-две-три точки на столе передо мной, а затем на три-две-одну очки возвращаются ко мне. Очевидно, что это двигательная последовательность, которую я могу выполнить. Я только что сделал это, так что совершенно очевидно, что я могу это выполнить. Но если бы я делал это, скажем, в течение часа, то произошло бы то, что произошло бы с нейронами, которые участвуют в генерации двигательной последовательности из 1, 2, 3, 3, 2, 1 будет активен снова и снова. И что, вероятно, произойдет из-за этого необычного, откровенно говоря, двигательного поведения, так это то, что нейроны, ответственные за генерацию этого двигательного поведения, смогут обнаружить его как необычно частый, необычно высокий уровень активности в цепях, которые генерируют это поведение. Увеличение количества глутамата, который воздействует на нейроны в этом контуре, связывает ндорецептор, заставляя его изменить несколько важных вещей. Первое из них заключается в том, что ваша нервная система способна изменяться, но это энергозатратный процесс. Итак, невероятная особенность нейропластичности заключается в том, что когда вы генерируете необычайно высокий уровень активности или просто необычный паттерн двигательной активности, или вы слышите новый язык, вы становитесь пытаясь научиться этому, или когда вы ориентируетесь в новом городе, нейроны активизируются нетипичными для них способами, и они активизируются гораздо активнее. Таким образом нейроны будут связывать глутамат, и ндорецептор будет активирован. А затем после активации ндорецептора происходит множество так называемых внутриклеточных процессов, множество вещей, которые происходят в клетках, чтобы попытаться заставить это поведение повторяться снова и снова, если это необходимо, но без огромного спроса на энергоносители. Ты уже сталкивался с подобным раньше, когда ты пытаешься чему-то научиться, и это кажется лялым, трудным, разочаровывающим, а потом, в конце концов, ты учишься этому. И это очень легко и непринужденно. Одна из причин этого заключается в том, что когда ндорецептор активируется этими редкими или необычными паттернами активности, он может затем привлекать другие глутаматные рецепторы. Более типичный вид — рецепторы типа ампок поверхности клетки. И тогда эти рецепторы могут просто связывать глутамат и позволять этому поведению происходить без участия всего этого процесса, который связан с нейропластичностью, и делать такие вещи, как создание новых белков в клетке, создание новых механизмов и так далее. Если отвлечься от этого, то можно сказать, что активация ндорецептора происходит только в условиях необычно высокой или просто необычной активности, что ндорецептор да, контролирует нейронную активность в непосредственном смысле. Например, когда он активирован, конечно, это меняет паттерна активности нейронов. Но это также может влиять на экспрессию генов и вводить новые рецепторы в клетку, по сути давая клетке возможность затем воссоздавать те же паттерны активности без необходимости делать это таким сложным с точки зрения метаболизма способом. На самом деле хорошей аналогией для всего этого является гипертрофия мышц, не так ли? Если вы должным образом перегружаете мышцы с помощью силовых тренировок любого рода, а затем даете им период отдыха, происходит рекрутирование определенных веществ в мышечные волокна, а также рекрутирование изменения в нервах, которые иннервируют эти мышцы и контролируют их сокращение. А затем эти мышцы растут, они становятся сильнее и так далее, и они способны функционировать и использовать эту новую силу и новый рост. И вам не нужно повреждать эти мышечные волокна или запускать эти адаптации снова и снова, чтобы поддерживать их, потому что у вас есть эта новая способность. Теперь я понимаю, что существует множество подробностей о ндарецепторах и нейропластичности, но на самом деле если бы нам нужно было выбрать один биологический механизм, который лежит в основе центра многих, многих важных форм нейропластичности, является рецептор нда и его функции, о которых я только что вам рассказал. Итак, теперь, когда вы осознали, что эти ндарецепторы играют решающую роль в обнаружении необычной активности, внося изменения в клетки, чтобы они могли реагировать на эту активность в будущем, у вас есть концептуальная основа для понимания того, как работает кетамин. Потому что, как я уже упоминал несколько раз, кетамин является блокатором ндарецепторов, антагонистом. И все же мы знаем, что многие изменения в мозге, которые лежат в основе перехода от депрессивного состояния к недепрессивному, связаны с нейропластичностью. Так что же там происходит? То, что там происходит, оказывается чрезвычайно интересным, и вы можете понять это очень легко, если поймете, что в мозге по сути есть два основных типа нейронов. У тебя есть эти возбуждающие нейроны, то есть нейроны, которые, когда они активируются электрически, активируют или возбуждают другие нейроны. По крайней мере, они пытаются это сделать. Они высвобождают нейромедиатор в синапс, который представляет собой небольшую щель между нейронами. Нейроны, с другой стороны, имеют рецепторы. Они связывают эти нейромедиаторы, в данном случае глутамат, который является основным возбуждающим нейромедиатором в мозге. И тогда существует высокая вероятность того, что эти другие нейроны будут возбуждены, что они будут электрически активны. Это один из основных видов так называемой нейротрансмиссии в мозге. Другой важный тип нейротрансмиссии в мозге называется тормозной нейротрансмиссией. Ингибирующая нейротрансмиссия включает нейроны, которые выделяют нейромедиатор ГАМК, а иногда и другую молекулу, называемую глицином, но в основном ГАМК. Высвобождение ГАМК снижает вероятность того, что следующий нейрон будет электрически активен. На самом деле работа ГАМК заключается в том, чтобы связываться с рецепторами следующей клетки и снижать ее электрическую активность. Таким образом у нас есть возбуждающая нейротрансмиссия и тормозящая нейротрансмиссия. И просто для того, чтобы поместить тормозящую и возбуждающую нейротрансмиссию в контекст, если вы подумаете о таком состоянии, как эпилепсия, которая включает в себя припадки либо меньшего типа, называемые мелкими припадками, либо большими припадками, которые являются типом, при котором люди страдают от эпилепсии, конвульсии по всему телу. В такие моменты они часто отстраняются от всего, что происходит вокруг них. Они довольно сильно дрожат и так далее. Существует множество причин возникновения припадков, но если разобраться в сути того, что такое припадок, то по сути это безудержное возбуждение в мозге. Небольшая область мозга становится особенно электрически активной, а затем она распространяется из этого очага, этого фокуса возбуждения и привлекает новых людей. Множество нейронов довольно неспецифичным образом создают эти двигательные паттерны, похожие на припадки в теле и паттерны активности в мозге, которые могут включать в себя отвлечение от непосредственного опыта и отсутствие восприятия. Иногда возникает аура. О судорожных припадках следует провести целую дискуссию. И кстати, судороги могут возникать в самых разных контекстах. Конечно, они могут возникать и при эпилепсии. Они могут возникать после травмы головы и так далее. Мы, конечно же, расскажем о припадках в одном из следующих выпусков этого подкаста. Но одна из основных причин припадков и как следствие отсутствия припадков заключается в том, что обычно тормозные нейроны и возбуждающие нейроны находятся в таком состоянии, что для тех, кто не испытывает припадков, это приводит к мозг находиться в равновесии, чтобы у них не было судорог, верно? Тормозные нейроны подавляют активность многих нейронов, так что эти многочисленные нейроны не получают безудержного возбуждения. У тебя не будет судорог. Возбуждающие нейроны питаются обратно к тормозным нейронам, так что все поддерживается в равновесии. Здесь нет ни чрезмерного торможения, ни чрезмерного возбуждения. Все находится в равновесии. Хорошо, теперь ты понимаешь, что существуют НДА-рецепторы, которые имеют решающее значение для многих форм нейропластичности. Ты также понимаешь, что существуют возбуждающие нейроны, которые стимулируют электрическую активность других нейронов, и что в твоем мозге есть тормозные нейроны, которые подавляют активность других нейронов, а также о том, что между нейронами постоянно должна поддерживаться связь между возбуждением и торможением и что она должна оставаться сбалансированной и что НДА-рецептор обычно просто сидит там, ничего особенного не делая, если только уровень нервной активности не повышен выше их нормального исходного уровня и тогда вы можете добиться изменений в нейронных цепях, и эти изменения могут быть очень длительными и давайте не будем забывать об информации наиболее актуальной для сегодняшнего обсуждения, которая касается кетамина, а именно о том, что кетамин блокирует этот НДА-рецептор и еще одна загадка, к которой я постоянно возвращаюсь, заключается в том, что вам нужна нейропластичность, чтобы избавиться от депрессии Итак, исследователи обнаружили, что да, кетамин блокирует НДА-рецептор он действительно успокаивает нейроны он не позволяет нейронам быть такими активными, какими они были бы в норме и все же каким-то образом, почти парадоксальным образом, он повышает нейропластичность в цепях мозга, которые отвечают за настроение, вознаграждение и саморефлексию мы немного поговорим о том, что представляют собой эти мозговые цепи принцип действия заключается в том, что кетамин связывается с рецептором НДА, присутствующим в тормозных нейронах и при этом резко уменьшается количество торможения, поступающего от этих тормозных нейронов к возбуждающим нейронам когда это происходит, возбуждающие нейроны в определенных цепях мозга получают возможность увеличить свою активность они совершают то, что называется взрывом взрыв — это паттерн электрической активности, при котором обычно один из этих возбуждающих нейронов высвобождает глутамат в паттерне, который может выглядеть или звучать примерно так на самом деле в мозге он не издает ни звука но если бы вы записали данные с одного из этих нейронов, что люди делали много раз, а затем преобразовали электрический сигнал в этих нейронах в аудиомонитор вы бы услышали возбуждение, потенциал действия, именно так это на самом деле звучит на аудиомониторе это похоже на небольшие помехи но если нормальное возбуждение нейрона, а это довольно типичное базовое возбуждение нейронов в соответствующих цепях, отвечающих за настроение, которое я собираюсь обсудить происходит в условиях, когда в систему поступает кетамин, связывающий этот НДА-рецептор, блокирует выход этих тормозных нейронов на возбуждающий нейрон теперь возбуждающий нейрон активируется в режиме импульса и эти импульсные паттерны электрической активности являются абсолютно совершенными паттернами активности, которые вызывают не только кратковременные, но и долгосрочные изменения в нейронных цепях, связанных с вознаграждением, высвобождением дофамина разочарованием и настроением таким образом, что имеют непосредственное отношение к подавлению или облегчению симптомов глубокой депрессии теперь я понимаю, что то, что я только что рассказал тебе, это очень много информации на самом деле то, что я только что описал, представляет собой по сути то, чему я бы учил на продвинутом курсе бакалавриата курсе медицинской школы по нейропластичности и тому, как работает кетамин так что имей в виду, что у нас здесь дискуссия на довольно высоком уровне и если ты смог понять хотя бы крошечную часть того, что я только что описал, то у тебя все отлично получается если бы ты смог понять больше, это было бы замечательно просто чтобы убедиться, что все находятся на одной волне по мере нашего продвижения вперед потому что я действительно хочу убедиться, что все понимают, что такое кетамин и как он работает потому что в него действительно есть своего рода загадочные функции по вовлечению нейропластичности способами, которые не очевидны, если вы просто спросите что делает кетамин, когда вы его вводите? что производит кетамин в плане эмоционального состояния? и потом, как кто-то может избавиться от депрессии. Все это может показаться немного запутанным, если вы не поймете следующее. Поэтому я расскажу вам об этом еще раз в самых общих чертах. Кто-нибудь должен принять таблетку, инъекцию или сублингвальный кетамин. Он проникает в кровоток, а затем попадает в мозг. Как только он попадает в мозг, он связывается с определенной категорией рецепторов, называемых ндарецепторами. Ндарецептор — это рецептор, который обычно находится в состоянии покоя. Он просто как бы сидит там. В обычных условиях повседневной жизни он, как правило, мало что делает. Однако типичная функция ндарецептора хорошо, так что когда в организме или мозге нет кетамина, заключается в обнаружении аномальных уровней нервной активности и при этом встраивании изменений в клетки, рецепторы и так далее. Буквально изменяют нейроны таким образом, чтобы они могли реагировать на эту активность в будущем, не испытывая такой большой метаболической нагрузки. И они делают это, привлекая больше рецепторов и так далее, почти так же, как когда вы перегружаете мышцу в тренажерном зале, она в конечном итоге восстановится. Если вы позволите ей восстановиться, и она станет сильнее благодаря добавлению множества новых белков, нервная система этой мышцы изменится. Изменится мышца и связь нерва с мышцей. Она становится сильнее, а иногда становится больше и сильнее. Точно так же нейрон может изменять способ своего функционирования в ответ на опыт. А нейроны не воспринимают жизненный опыт никаким другим способом, кроме паттернов электрической активности и химической активности, которые воздействуют на них. Так вот, кетамин, этот наркотик, связывается с НДА-рецептором и блокирует его. Таким образом, очевидным выводом было бы то, что кетамин предотвращает нейропластичность, а этого не происходит. Мы знаем, что кетамин на самом деле вызывает нейропластичность, и это происходит именно в мозговых цепях, которые контролируют настроение. Конечным результатом является улучшение настроения. Как это происходит? Это происходит потому, что кетамин связывается с НДА-рецепторами тормозных нейронов и блокирует их. Тормозные нейроны — это нейроны, которые обычно подавляют активность других нейронов. Поэтому, когда кетамин связывается с рецептором НДА, активность этих тормозных нейронов снижается. И как следствие усиливается возбуждающая связь между нейронами в этих цепях, связанных с настроением. И она усиливается таким образом, что способствует повышению нейропластичности, что укрепляет эти связи и повышает вероятность их активности в будущем. Сейчас кетамин не вызывает судорог, по крайней мере в клинических дозах. Это безусловно возможно в более высоких дозах, но в клинических дозах, когда кетамин подавляет активность этих тормозных нейронов, а возбуждающие нейроны усиливают свою активность. Они значительно увеличивают свою активность, и этого достаточно, чтобы вызвать изменения в тех нейронных цепях, которые связаны с настроением. И эти изменения направлены на то, чтобы сделать эти нейроны и цепи более склонными генерировать позитивное настроение и менее склонными генерировать негативное настроение. Мы немного углубимся в специфику этих цепей. Но кетамин не вызывает такого огромного усиления возбуждающей связи между нейронами, которое приводит к такому безудержному возбуждению. Так вот, суть дискуссии, которую мы только что вели в течение последних десяти минут или около того, возросла в несколько раз. Во-первых, я действительно считаю важным понять ключевые компоненты нейропластичности, которая является замечательной особенностью нашего мозга и нервной системы, присущей всем нам. Это способность изменять наши собственные мозговые цепи. Насколько нам известно, ни один другой орган в организме не может управлять своими собственными изменениями, но мы можем управлять изменениями в нашем собственном мозге. Индорецептор абсолютно необходим для этого. Я также считаю, что важно понимать разницу между тормозной и возбуждающей коммуникацией между нейронами, потому что это имеет решающее значение для понимания функций мозга. Работа мозга — это серия ускорений и перерывов. Дело не только в том, что нейроны стимулируют другие нейроны. Дело также в том, что нейроны препятствуют активации других нейронов. Это важно не только для предотвращения судорог, но и для обучения, для зрения, для слуха, для творчества. Это основа функционирования мозга. И еще одна причина для обсуждения, которое мы только что провели, заключается в том, что кетамин обладает этим невероятным свойством. Это может буквально изменить нейроны и цепи, которые генерируют настроение, которые генерируют ваше чувство благополучия. Но это происходит по несколько запутанному пути, не так ли? Он блокирует рецептор, который по всеобщему мнению участвует в нейропластичности и тем самым фактически создает нейропластичность. Теперь, несмотря на то, что я только что описал вам все это в течение последних десяти минут или около того, имейте в виду, что то, что я только что описал вам, является процессом, который действительно происходит. В мозгу проходит много-много дней. Это связано с тем, что клетки изменяют экспрессию генов, вырабатывают новые белки, новые рецепторы. Всякий раз, когда мы говорим о нейропластичности, даже когда вы читаете о так называемой краткосрочной нейропластичности, это происходит в течение по крайней мере многих часов и, скорее всего, многих дней или даже недель. Процесс, который я только что описал, как кетамин создает нейропластичность посредством блокады ндорецепторов, скорее всего является тем процессом, который объясняет долгосрочные изменения настроения и эффекта, связанные с терапией кетамином для лечения депрессии. Вполне возможно, что кетамин, блокирующий ндорецептор, также ответственен за некоторые непосредственные эффекты кетамина, которые люди испытывают, когда принимают наркотик. Диссоциацию, в некоторых случаях эйфорию и подобное сновидение состояния, в которое он может погрузить людей. Это возможно, но совершенно очевидно, что блокада ндорецепторов имеет решающее значение для нейропластических изменений, которые будут происходить в течение нескольких дней и недель после лечения кетамином. И если ты вспомнишь нашу предыдущую дискуссию, когда мы говорили о режиме приема кетамина два раза в неделю в течение трех недель или о каком-то его варианте, то теперь, возможно, начнет проясняться, почему да, существует непосредственная и краткосрочная польза от приема кетамина. Кетамин для лечения депрессии в клинически подходящих условиях. Конечно, я сейчас не говорю об использовании кетамина в рекреационных целях, но эти эффекты также обладают определенной стойкостью. Даже после трехнедельного приема кетамина дважды в неделю, люди часто испытывают недели или месяцы облегчения от депрессии, когда они не проводят еженедельные сеансы кетаминотерапии. Так что долгосрочное облегчение, которое я называю длительностью лечения, скорее всего является следствием реальной перестройки нейронных цепей. Теперь у всей этой дискуссии о нейропластичности в ответ на лечение депрессии кетамином есть дополнительный, очень важный аспект. Если ты помнишь, что взрывная волна вызывает такую пластичность, я говорил тебе, что она вызывает пластичность, но я не сказал тебе, как это происходит. Теперь ты уже можешь представить себе некоторые механизмы. Это может быть внедрение тех новых рецепторов глутамата, тех рецепторов силы тока, о которых мы говорили. Однако даже для того, чтобы это произошло, сначала должна произойти куча других вещей. Но один из ключевых факторов, которые нужно понять, это то, о чем я упоминал в начале сегодняшнего эпизода, ГДНФ, что расшифровывается как нейтрофический фактор, происходящий из мозга. Нейтрофический фактор, вырабатываемый мозгом, это невероятная молекула. Я должен упомянуть, что это один из многих факторов роста мозга. И у него есть свой собственный набор рецепторов. Он связывается с чем-то, что называется рецептором трек-би, трек-б, рецептором трек-би. Когда ГДНФ связывается с рецепторами трек-би в нейронах, он выполняет множество функций. Он запускает целый каскад процессов, включая внедрение новых рецепторов глутамата, так что эти нейроны становятся особенно чувствительными к любому входному сигналу, который они получают. Так что это одна из форм изменений, которые может вызвать ГДНФ. ГДНФ также может изменять общую форму нейронов. Это может заставить нейроны отрастить новые ветви, чтобы они могли получать новые входные сигналы от других нейронов. Всякий раз, когда ГДНФ обсуждается в популярных книгах или популярной прессе, люди будут говорить о нем как о удобрении для нейронов без кавычек. Мне не очень нравится этот термин, потому что он действительно недооценивает общее количество вещей, которые может сделать ГДНФ. ГДНФ на самом деле может действовать как своего рода нейромедиатор. Он действительно может стимулировать другие нейроны и выполнять множество других функций. Но ради нашего обсуждения кетамина, поймите, что это импульсное возбуждение нейронов. Это очень высокочастотное возбуждение нейронов может вызвать высвобождение ГДНФ таким образом, что эти цепи становятся очень пластичными, очень быстро. И в дополнение к этому есть некоторые доказательства того, что кетамин сам по себе может вызывать высвобождение ГДНФ напрямую, без необходимости проходить через все механизмы, которыми я ошеломил тебя несколько минут назад, или, надеюсь, не ошеломил, но которым я научил тебя несколько минут назад. Несколько минут назад, что особенно интересно в отношении ГДНФ в контексте кетаминовой терапии и депрессии, так это то, что как показывают как доклинические, так и клинические исследования ГДНФ, это не просто один из способов, с помощью которых кетамин может стимулировать нейропластичность и улучшать настроение. Возможно, это действительно потребуется. Это может быть центральным процессом всего этого. Он все еще может быть связан с ндорецепторами, о которых мы говорили ранее. Но есть несколько доказательств, которые предполагают, что индуцированное кетамином высвобождение ГДНФ является одним из основных механизмов, с помощью которых кетамин может облегчить депрессию. Есть несколько доказательств, подтверждающих то, что я только что сказал о ГДНФ в контексте кетамина. Во-первых, у мышей, которым не хватает ГДНФ, у них нет ГДНФ, они не могут вырабатывать ГДНФ, потому что у них нет гена для ГДНФ. Мы называем таких мышей мышами с нокаутом ГДНФ. У этих мышей, если вы дадите им кетамин и поставите перед ними задачу выученная беспомощность, которую мы называем выученная беспомощность, как мы уже говорили, когда вы опускаете мышей в воду и смотрите, как долго они плавают, обычно кетамин позволяет мыши плавать дольше, дольше бороться за свою жизнь. У мышей с нокаутом ГДНФ этого больше не происходит. И единственное, что отличает эту мышь, насколько нам известно, это отсутствие ГДНФ. И есть способы убедиться, что именно недостаток ГДНФ в конкретных нейронах имеет отношение ко всему, о чем мы говорим, а не только к тому, что их конечности не имеют, так же работайте и так далее. Другими словами, были проведены все необходимые контрольные эксперименты. Это доклинические данные, поскольку они получены на животных моделях. В дополнение к этому депрессивные люди, у которых есть мутантная форма ГДНФ. Так что эти люди не являются нокаутирующими для ГДНФ. Они могут создавать ГДНФ, но ГДНФ не функционирует нормально. У этих людей очень снижена реакция на лечение депрессии кетамином, что позволяет предположить, что действие БДНФ является по крайней мере одной из важнейших функций, которая позволяет кетамину снимать депрессию. И как я упоминал ранее, кетамин действительно может вызывать высвобождение БДНФ, и вот есть некоторые доказательства того, что сам кетамин может связываться с рецептором ТРЭК-Би. То есть он может связываться с рецептором БДНФ. Он может имитировать БДНФ. Так что это совершенно иной подход к кетамину, чем мы обычно слышим. В наши дни мы много слышим о кетамине и кетаминотерапии. К счастью, мы также слышим о некоторых проблемах, связанных со злоупотреблением кетамином, и мы поговорим о некоторых из этих проблем немного позже. И мы слышим о БДНФ, этом так называемом удобрении для мозга, но редко, если вообще когда-либо мы слышим, что сам кетамин может имитировать действие БДНФ в мозге. Но исследователи и клиницисты определенно обращают на это внимание. И это начинает вызывать то, что я считаю очень захватывающей моделью того, как кетамин может облегчить депрессию, а именно что он действует как фактор роста в мозге. Или по крайней мере имитирует действие роста факторы, позволяющие определенным нейронным цепям, которые контролируют такие вещи, как настроение, взгляд на будущее. Саморефлексия и так далее позволяют этим цепям изменяться таким образом, чтобы обеспечить значительное облегчение при тяжелой депрессии. И при этом, и это очень важный момент, оказывается, что кетамин снимает депрессию способами, которые полностью отличаются от любого другого вида лечения. Теперь, в более раннем эпизоде о псилоцибине и его потенциальной роли в лечении депрессии, я подробно остановился на подробно о том, как псилоцибин может стимулировать нейропластичность, обеспечивая облегчение тяжелой депрессии у определенных людей при определенных условиях. Я действительно хочу подчеркнуть это, потому что это действительно еще один случай, когда речь идет о нейропластичности. Но в той ситуации, как некоторые из вас, возможно, помнят, а если нет, то не волнуйтесь, я скажу вам прямо сейчас, что это была довольно простая модель. Псилоцибин химически очень похож на серотонин, за исключением того, что псилоцибин связывается с определенным рецептором. Когда этот рецептор связан, это приводит к таким изменениям во всем мозге. Эти изменения в масштабах всего мозга, по-видимому, меняют представление человека о самом себе, так называемое растворение эго. Изменения в настроении, которые остаются стабильными с течением времени и так далее и тому подобное. Все это было довольно просто. Очевидно, что в случае с кетамином задействовано множество механизмов. И возможно, самое важное, что при применении кетамина наступает немедленное облегчение, которое наступает в день или около дня лечения, а также в последующие дни. И это долгосрочное облегчение, которое, скорее всего, является следствием подавления рецептора льда. Всплеска активности в нейронах в этих цепях, связанных с настроением БДНФ, высвобождение и изменение нейронных цепей, укрепление их для того, чтобы вызвать приподнятое настроение в результате этой взрывной активности и кетамина, имитирующего БДНФ. Другими словами, кетамин действует более или менее как фактор роста в мозге, чтобы гарантировать, что любые изменения, происходящие в этих нейронных цепях, для повышения настроения, являются долговременными, что они действительно усиливаются и сохраняются с течением времени. Я бы хотел сделать небольшой перерыв и поблагодарить одного из наших спонсоров, компанию Элемент. Элемент – это электролитный напиток, в котором есть все, что вам нужно и ничего, чего у вас нет. Это означает, что в нем много соли, натрия, магния и калия, так называемых электролитов, и никакого сахара. Так вот, соль, магния и калий имеют решающее значение для функционирования всех клеток вашего организма, в частности, для функционирования ваших нервных клеток, также называемых нейронами. И теперь мы знаем, что даже незначительное снижение концентрации электролитов или обезвоживания организма могут привести к нарушению когнитивных функций. Физическая работоспособность. Элемент содержит 1000 мг натрия, 200 мг калия и 60 мг магния в соотношении, которое соответствует научным стандартам. Я обычно пью первый элемент утром, когда просыпаюсь, чтобы увлажнить свой организм и убедиться, что у меня достаточно электролитов. И во время любых физических тренировок, и после них, особенно если я сильно вспотел. И, конечно же, я добавляю элемент в воду, когда нахожусь в сауне, и после посещения сауны, потому что это вызывает довольно сильное потоотделение. Если вы хотите попробовать элемент, вы можете перейти в дринг элемент, это интернет-магазин Lund, где вы можете получить бесплатную пробную упаковку элемент вместе с вашей покупкой. Еще раз повторяю, это напиток элемент от интернет-магазина Lund. Итак, в основном я обсудил два основных механизма того, как кетамин может вызывать нейропластичность, приводящую к улучшению настроения и аффекта, которые облегчают депрессию. Эти два механизма взаимосвязаны или по крайней мере работают параллельно. В мозге они происходят одновременно. А теперь, чтобы сделать ситуацию еще более интересной, давайте рассмотрим невероятный поворот в том, как работает кетамин. И когда я говорю о том, как работает кетамин, я имею в виду не только то, как кетамин помогает справиться с депрессией. Я также имею в виду, почему люди используют кетамин в рекреационных целях. Суть заключается в следующем. Да, кетамин оказывает все эти воздействия на возбуждающие нейроны, тормозные нейроны, бднф и так далее и тому подобное. Но кетамин также может связывать рецепторы опиоидного пути. А что же такое опиоидный путь? Не волнуйся, я не собираюсь вдаваться в подробности, но мы все уже слышали об опиоидном кризисе, или по крайней мере большинство из вас слышали. Опиоидный кризис относится конкретно к людям, принимающим экзогенные опиоиды, принимающим опиоиды, верно? Итак, прием таблеток, которые активируют определенные рецепторы в мозге, в некоторых случаях приводит к обезболиванию, то есть облегчению боли, что приводит к изменению настроения. Об опиоидном кризисе можно многое сказать. Не зря его называют кризисом. Многие, очень многие люди зависимы от этих соединений. Об этом поговорим в другой раз. Не забывайте, что рецепторы, с которыми связываются эти препараты, являются опиоидными рецепторами. Кстати, те рецепторы, которые есть у нас с вами, существуют не для того, чтобы связывать лекарства, производимые фармацевтическими компаниями. Они существуют в нашем мозге и теле для того, чтобы связываться с так называемыми эндогенными естественными опиоидами, которые мы все вырабатываем. И эти рецепторы имеют разные названия. Мю-опиоидный рецептор, хапа-опиоидный рецептор и так далее. Они, как правило, имеют названия из греческих букв, чтобы отличать их друг от друга. Так вот, кетамин может связываться с различными опиоидными рецепторами. И когда опиоидные рецепторы связываются, мы знаем, что это создает определенные эффекты. Такие вещи, как облегчение боли, изменение психических состояний, диссоциация, например. Если их связывается достаточное количество, вы можете достичь эйфорических состояний при определенных условиях связывания высоких доз кетамина с этими опиоидными рецепторами. Вы можете начать погружаться в состояние анестезии, когда люди теряют сознание и на самом деле вообще не реагируют на боль. Если ты помнишь клинические исследования, о которых мы говорили ранее, в которых кетамин использовался для облегчения депрессии, дозировка, используемая в этом исследовании, как ты помнишь, составляла полмиллиграмма на килограмм массы тела. Именно эта доза вызывает диссоциативную легкую эйфорию, подобные состояния сознания, при которых люди все еще находятся в сознании. Когда вы начинаете принимать кетамин в дозах от 1 до 2 миллиграммов на килограмм веса тела, теперь вы говорите об анестетике. Дозы, и когда это произойдет, вы получите полную защиту, полное насыщение всех потенциальных рецепторов, с которыми может связываться кетамин. Эти ндарецепторы он собирается заблокировать. Он также собирается связываться с так называемыми миоопиоидными рецепторами и, возможно, с этим другим типом рецепторов. Для тех из вас, кто хочет знать, а также для любителей опиоидных рецепторов капотипа. Итак, перед нами препарат кетамин, который воздействует на две разные системы, систему, связанную с глутаматом, и эндогенную опиоидную систему. И исследователи и клиницисты логично начали задаваться вопросом, обусловлены ли некоторые или все эффекты кетамина опиоидной системой. И они хотят знать, о каких именно эффектах идет речь. Вот тут-то и начинаются по-настоящему интересные вещи, как в контексте клинического лечения депрессии, так и в контексте использования в рекреационных целях. Во-первых, когда люди принимают кетамин, он снова попадает в кровоток и попадает в мозг, но метаболизируется до чего-то называемого ХН, которое это гидроксиоркетамин. Я не ожидаю, что ты знаешь, что такое гидроксиоркетамин, и я не ожидаю, что тебя это волнует. Это до тех пор, пока я не расскажу вам то, что я собираюсь вам сказать, а именно, что гидроксиоркетамин обладает невероятной специфичностью к мю-опиоидному рецептору, и, возможно, также к капо-опиоидному рецептору. Другими словами, когда мы говорим о кетамине, это наркотик, который люди принимают, но когда он попадает в организм, он превращается в еще один наркотик. А другой препарат, гидроксиоркетамин, избирательно активирует опиоидную систему. Это привело исследователей к очень важному вопросу. Когда человек принимает кетамин для лечения своей депрессии и получает некоторое облегчение от депрессии, является ли это следствием нейропластических изменений во всех те цепи, связанные с НДА, глутаматом и БДНФ, о которых мы говорили раньше? Или это следствие того, что что-то происходит с опиоидной системой? Ты не можешь игнорировать тот факт, что кетамин обладает свойством связываться с этими опиоидными рецепторами, потому что они оказывают такое мощное влияние на наше мышление, на наше настроение, на наше состояние сознания. Вполне разумно предположить, что опиоидная система может сыграть важную роль, если не главную, в облегчении депрессии и, возможно, даже в создании диссоциативной симптоматики. Когда люди принимают кетамин для развлечения, исследователи-клиницисты провели серию экспериментов, в ходе которых они давали людям кетамин для облегчения депрессии, но при этом блокировали систему опиоидных рецепторов. И они сделали это с помощью препарата под названием Нолтриксон. Итак, я собираюсь описать вам исследование, проведенное моими коллегами из медицинской школы Стэнфорда, а именно докторами Ноланом Уильямсом и Алланом Шатцбергом и их коллегами, под названием «Ослабление антидепрессивного и антисуицидального действия кетамина опиоидными рецепторами». Антагонизм. И в результате того, что я только что прочитал вам это название, у вас уже есть заключение исследования. Они обнаружили, что когда людям давали кетамин, они получали облегчение от депрессии. В этом не было ничего удивительного. Повторяю, многие исследования показали это и раньше, начиная с начала 2000-х годов. Однако, если людям давали Нолтриксон для блокирования пути опиоидных рецепторов, и им давали кетамин, что же, тогда антидепрессивный эффект кетамина больше не наблюдался. Это наводит на мысль, что именно система опиоидных рецепторов ответственна за антидепрессивный эффект кетамина. И возможно, этот Хэнк, этот гидроксинаркетамин, который является метаболитом кетамина, является тем способом, с помощью которого кетамин обычно снимает депрессию. Многие люди обратили внимание на эти исследования, потому что в конце концов существуют, вероятно, десятки, если не сотни исследований, изучающих эффекты кетамина, на всех этих НОДА рецепторах. И в самом деле нельзя сбрасывать со счетов нейропластичность в цепях, связанных с настроением, как один из способов, с помощью которого кетамин помогает избавиться от депрессии. Но что было очень интересно, так это то, что у людей, получавших кетамин и Нолтриксон, эти люди все еще испытывали непосредственный эффект кетамина. Легкую эйфорию, диссоциацию, чувства, которые были вызваны кетамином. Обычно от этого можно было ожидать, когда люди находились под воздействием кетамина. Но чего они не получили, так это долгосрочных изменений в настроении, которые мы бы назвали избавлением от депрессии. Сейчас, конечно, целью современной психиатрии является лечение депрессии, а не блокирование действий этих лекарств, которые способны лечить депрессию. Вот что делает это исследование, и, кстати, есть несколько подобных исследований, которые подтверждают эти общие выводы. Эту часть, важнейшая роль кетамина в облегчении депрессии, заключается в активации опиоидной системы. Но суть этого исследования заключается в том, что оно действительно указывает на тот факт, что когда мы говорим о лечении кетамином или говорим о ком-то, кто принимает кетамин для развлечения, если уж на то пошло, мы должны обращать внимание на то, что происходит, когда они находятся под воздействием наркотика. Мы также должны обращать внимание на то, что происходит в течение нескольких дней и недель после того, как они находятся под воздействием наркотика. И, возможно, самое главное, это заставляет вспомнить о действительно важной идее, которая заключается в том, что независимо от того, говорите ли вы о кетаминовом облегчении депрессии, псилоцибиновом облегчении депрессии или МДМА-индуцированном облегчении ПЦР. Тема, которую я рассматривал в предыдущем эпизоде этого подкаста, не имеет значения. Мы должны сделать шаг назад и рассмотреть идею о том, что воздействие наркотика, которое испытывают люди, какими бы они ни были, очевидно, будет зависеть от того, какой именно препарат они принимали. Эти немедленные эффекты, возможно, на самом деле не связаны с долгосрочным клиническим эффектом этих конкретных препаратов. Теперь я понимаю, что многим людям может не понравиться эта идея. И, честно говоря, я на самом деле не думаю, что это работает именно так. Я не думаю, что это будет ситуация или-или. Однако, потому что такие наркотики, как кетамин, псилоцибин, МДМА, оказывают такое глубокое воздействие на психическое состояние людей, когда они находятся под их воздействием, и потому что, по крайней мере, в надлежащих клинических условиях и при правильном использовании, они, кажется, действительно обеспечивают впечатляющее облегчение от многих психических проблем, таких как депрессия и депрессия. При ПЦР люди естественным образом соотносят эти две вещи. Они сочетают эти две вещи. На самом деле они объединяют эти две вещи и предполагают, что их опыт того, что они видели, слышали, что они чувствовали, находясь под воздействием наркотика, на самом деле был стимулом, который вызвал облегчение их клинического состояния, такого как депрессия. Но эти данные о комбинированном лечении кетамином и нолтрексоном для блокирования меопиоидных рецепторов действительно показывают нам, что на самом деле это может быть не так. Возможно, что воздействие такого наркотика, как кетамин, который человек испытывает, хотя интересно, возможно, даже глубоко. Возможно, великое озарение приходит к человеку, когда он проводит эту терапию в надлежащем контексте. Совершенно не ясно, что именно эти переживания и воздействия этих лекарств, в те непосредственные минуты и часы, на самом деле являются причиной избавления депрессии. Еще раз повторяю, я не думаю, что это может быть или-или. Мне нравится рассматривать всю ситуацию более или менее как своего рода волновой фронт, в котором субъективный опыт человека, находящегося под воздействием таких наркотиков, как кетамин, псилоцибин или МДМА, запускает серию событий. И в самом деле многосерийность — это подходящее слово. Существует множество типов процессов в мозге, некоторые из которых зависят от таких факторов, как МДР, РБНФ и так далее, тип нейропластичности, другие, которые зависят от пути опиоидных рецепторов, и что каждый из них протекает по-разному во времени. Таким образом некоторые из них обеспечивают немедленное облегчение в течение нескольких дней и часов после лечения, некоторые в течение нескольких недель после лечения. А некоторые более длительные изменения, которые могут происходить в течение месяцев или возможно даже лет. В контексте всего этого важно подчеркнуть, что на протяжении всей сегодняшней дискуссии мы говорили о лекарствах, рецепторах и облегчении депрессии, но на самом деле мы говорим о людях, которые получают облегчение от депрессии, и почти наверняка, когда они получают облегчение из-за депрессии, они также начинают заниматься другими вещами. Они возвращаются к работе. Они снова вступают в отношения. Они снова смотрят на себя по-другому. Надеюсь, они получают утренний солнечный свет, занимаются физическими упражнениями, хорошо питаются и совершают все те действия, которые мы бы назвали антидепрессивным поведением. И невозможно отделить положительные поведенческие последствия медикаментозного лечения депрессии от самого препарата таким образом, чтобы мы могли сказать, хорошо, кетамин избавил от депрессии, депрессия, а затем, как следствие, люди стали совершать множество полезных для них поступков или перестали заниматься нездоровым для них поведением. Таким образом, мы можем рассматривать поведение как продепрессивное или антидепрессивное. На самом деле мы знаем, что одно конкретное поведение, которое заключается в просмотре синего света посреди ночи, скажем, между 11 часами вечера и 4 часами утра, как известно, вызывает продепрессивный контур. Это связано со структурой, которая называется гиббинула. Я уже говорил об этом в предыдущих подкастах. Это приводит к снижению уровня дофамина и повышению уровня кортизола в последующие дни после воздействия света и так далее и тому подобное. Таким образом, существует продепрессивное поведение и антидепрессивное поведение. Мы знаем, что наблюдение за утренним солнечным светом, регулярный и достаточный объем качественного сна, правильное питание, надлежащее социальной вовлеченности. В настоящее время существует множество качественных исследований, указывающих на тот факт, что это действительно антидепрессивное поведение. Таким образом, мы никогда не сможем отделить действие лекарства от действия лекарства, которое усиливается и сочетается с действием лекарства, на которое человек надеется. В данном случае, на облегчение депрессии. Хорошо и так, я рассматриваю этот разговор о кетамине на двух совершенно разных уровнях. Я имею в виду, что мы говорили о вещах высокого уровня, облегчающих симптомы депрессии. Мы не вдавались в подробности по этому поводу, но это довольно высокий уровень. Мы говорим об изменениях мышления, поведенческих изменениях, которые мы называем антидепрессивными, изменениях настроения и аффектов, которые являются позитивными, позитивном предвкушении будущего и так далее и тому подобное. Кроме того, мы также много говорили об этом другом конце, который в глубине души очень редукционистский, на молекулярном уровне. Мы говорим о рецепторах, связывании рецепторов, нейропластичности, треки В и прочем подобном. Мы полностью игнорировали, то есть я до сих пор полностью игнорировал то, что соединяет эти два уровня понимания. И то, что соединяет эти два уровня понимания. Это нейронные цепи, которые на самом деле изменяются, когда человек принимает кетамин, независимо от того, происходят ли эти изменения быстро. Занимают ли они более длительный период или нет. Независимо от того, задействованы ли они нударецепторы или системы опиоидных рецепторов, или и то, и другое. Мы знаем, что определенные нейронные цепи изменяются, когда люди принимают кетамин в таких дозировках и с частотой примерно полмиллиграмма на килограмм. И опять же, это инъекционная форма два раза в неделю в течение трех недель, и тогда они приобретают некоторую устойчивую устойчивость к депрессии. К счастью, мы можем говорить об этих нейронных цепях, не прибегая к более обширной терминологии и большому количеству новых формулировок. Я говорю к счастью, потому что сегодня я понял, что ты столкнулся с большим количеством новых терминов. Я уже упоминал об одной из ключевых структур мозга, гибенуле. Несколько минут назад я говорил о гибенуле в контексте людей, которые подвергаются чрезмерному воздействию яркого света посреди ночи. Это активизирует гибенулу. Это своего рода схема разочарования. Мы можем назвать это так, потому что знаем, что это приводит к продепрессивным симптомам на животных моделях и весьма вероятно также у людей. И мы знаем, что это происходит за счет снижения уровня дофамина и повышения уровня кортизола. Есть свидетельство того, что когда люди проходят терапию кетамином, связи между гибенулой, о чем мы можем говорить в широком смысле. Это структура, участвующая в создании чувства разочарования, связи между гибенулой и системой вознаграждения мозга, о которых я уже несколько раз говорил в этом подкасте. Но для тех из вас, кто с этим не знаком, это так называемый мезолимбический путь вознаграждения. У него есть такие области, как вентральная тегментальная область, прилежащее ядро. Не беспокойся об этих названиях. Просто знай, что это область мозга, которая представляет собой блок, полный нейронов, которые выделяют дофамин, молекулу, которая имеет тенденцию повышать настроение и мотивацию. Во многих отношениях мы можем рассматривать это, по крайней мере ради этого обсуждения, как антидепрессивное средство. Итак, у нас есть структура гибенула, которая обычно обеспечивает ингибирующий. И теперь вы знаете, что это значит, ингибирующий вклад в этот путь вознаграждения, который высвобождает дофамин. И когда люди принимают кетамин, это ингибирование уменьшается так, что путь вознаграждения становится более доступным для участия в повседневной жизни. Жизнедеятельность. Теперь я говорю доступен для участия в повседневной жизни с очень конкретной целью, которая заключается в том, что все изменения в нейронных цепях, о которых мы говорим, приводят к тому, что эти изменения могут быть вызваны приемом наркотика. Но на самом деле они не оказывают существенного влияния, если только эти схемы не подкрепляются определенным поведением. Это имеет прямое отношение к тому, что я сказал всего несколько минут назад о продепрессивном и антидепрессивном поведении. Кто-то может принимать кетамин и потенциально получить облегчение от депрессии, но если он продолжит заниматься продепрессивным поведением, он не получит большого облегчения от депрессии. Депрессия. И наоборот, если кто-то принимает кетамин, и у него снижается количество сигналов, поступающих от этого контура разочарования, этого хабинулы, к контуру вознаграждения мозга. И он действительно начинает вести себя таким образом, как поиск работы, которая его стимулирует, поиск социальной вовлеченности, забота о своем теле, их психическое здоровье, их физическое здоровье и так далее. Эти цепи не предназначены для того, чтобы реагировать на кетамин. Они предназначены для того, чтобы реагировать на определенные модели мышления и поведения. Итак, еще раз повторяю, мы не можем забывать, что когда мы слышим, что лекарство вызывает пластичность в данной нейронной цепи, это приводит к нарушению баланса или вероятности того, что эти нейронные цепи будут задействованы определенными факторами. Деятельность. Но человек все равно должен заниматься этими видами деятельности. К счастью, сейчас, когда у людей улучшается настроение, они склонны больше двигаться. Когда они склонны больше двигаться, они склонны заниматься большим количеством дел. Когда они склонны заниматься большим количеством дел, если у них позитивный взгляд на жизнь. Предположительно, они занимаются адаптивными вещами, такими как социальные отношения, связанные с работой, школой, целеполагающим поведением. Поэтому важно понимать, что обсуждение изменений нейронных цепей в ответ на кетамин на самом деле является обсуждением изменений нейронных цепей в ответ на кетамин, которые смещают общую систему человека в сторону еще большего изменения нейронных цепей в ответ на повседневную деятельность и тем самым укрепляют здоровье. или в данном случае психическое здоровье. Так вот, также важно понимать, что редко, если вообще когда-либо, лекарство обеспечивает облегчение какой-либо клинической проблемы только одним способом. Если подумать об этом, то большинство психических процессов, и конечно же такие вещи, как депрессия, это дорога с двусторонним движением. У вас есть схемы поведения, способствующие депрессии, и схемы поведения, направленные против депрессии. И поэтому, возможно, для вас не будет неожиданностью, что существует доказательство того, что лечение кетамином может снизить отдачу от гебенулы к пути вознаграждения. Этому пути разочарования к вознаграждению, ослабляя его, делая путь вознаграждения более доступен для вовлечения через мысли и поведения, которые являются антидепрессивными. И в дополнение к этому, это может еще больше усилить нейропластичность в самом пути вознаграждения, в частности, благодаря связям с лобной корой головного мозга. И для тех из вас, кто не знаком с лобной корой головного мозга, ваша лобная кора выполняет множество функций, но одна из тех, которые ваш мозг выполняет. Лобная кора абсолютно необходима для выработки контекстно-зависимой стратегии, то есть для того, чтобы позволить вам сказать, хорошо, в данных обстоятельствах, что я должен сделать, чтобы получить желаемые результаты, что я должен сделать в других обстоятельствах, чтобы добиться желаемых результатов. Это не стратегия манипулятивного типа, хотя я предполагаю, что это может быть так. Это стратегия того, как я могу получить то, что мне нужно, от этой социальной связи. Как я могу получить то, что мне нужно, от своих целей и физических упражнений. Как я могу получить то, что мне нужно, от своих целей в плане работы, учебы и так далее. Ваша лобная кора — это та часть коры головного мозга, которая постоянно генерирует идеи. Она постоянно интересуется, все ли у меня хорошо, разве у меня не все хорошо, и соответствующим образом корректирует твое поведение. Итак, теперь установлено, что кетамин может улучшить связь, то есть это может усилить связи между областями мозга, которые связаны с построением контекстно-зависимой стратегии и этими путями вознаграждения. Другими словами, это делает людей более чувствительными к тому, достигают ли они желаемых результатов от своих усилий, и к тому, как скорректировать свои усилия, таким образом, чтобы они действительно получали желаемые результаты от этих усилий. Есть и другие доказательства того, что блокада нандарецепторов — это не тот способ, с помощью которого кетамин помогает избавиться от депрессии. А именно, существует препарат под названием мементин. Он действительно используется для лечения болезни Альцгеймера, и он также является блокатором нандарецепторов и не оказывает антидепрессивного действия. Как вы помните, кетамин является диссоциативным анестетиком, и одним из его основных эффектов является создание ощущения диссоциации. Для тех из вас, кто не знаком с тем, что такое диссоциация, диссоциация — это когда люди чувствуют себя отделенными от своего тела. Они все еще могут думать, но это как если бы они наблюдали за собой. На самом деле, в преддверии этого эпизода, я проконсультировался с несколькими коллегами на кафедре психиатрии Медицинской школы Стэнфорда. И один из них описал действия кетамина так, как его описал их пациент, принимавший кетамин для лечения депрессии. И этот пациент описал это как наблюдение за своими мыслями, наблюдение за своими действиями, даже несмотря на то, что они лежали совершенно неподвижно. И, возможно, самое главное — описывать себя как находящегося выше своего тела, и на самом деле смотреть на себя сверху вниз с точки зрения третьего лица. Теперь я понимаю, что большинству людей этот опыт чужд, но, конечно, есть люди, которые испытывают диссоциацию, даже не принимая кетамин. И, как многие из вас знают, диссоциация на самом деле является одним из основных симптомов ПЦР и травмы. Таким образом, возникает своего рода загадка, почему именно определенное состояние ума, связанное с ПЦР и травмой, а в некоторых случаях и сама депрессия, вызванное такое лекарство как кетамин, может помочь избавиться от депрессии. Все это восходит к нейропластическим изменениям, о которых мы говорили ранее, и, скорее всего, к изменениям в системе мио-опиоидных рецепторов, о которых мы говорили ранее. Но, тем не менее, диссоциативный эффект кетамина настолько глубок для людей, которые его принимают, что я решил потратить минуту или две на это, объясняя, что, вероятно, вызывает этот диссоциативный эффект третьей персоны я. Насколько нам известно, это связано с расцеплением определенных мозговых цепей, в частности, неокортикальных. Неокортекс — это часть мозга, бугристая внешняя часть мозга, которая связана с планированием действий. Она действительно выполняет множество функций. Это связано с сенсорным восприятием, с формированием речи и многими-многими вещами. Но неокортекс связан с другими областями, которые называются подкорковыми областями. И похоже, что когда люди принимают кетамин или фенциклодин ПКП, происходит расцепление этих сетей, их успокоение, которое начинает создавать другой доминирующий ритм в мозге. Некоторые из вас, возможно, знакомы с ритмами в мозге, так называемыми альфа-ритмами или альфа-паттернами активности. Это всего лишь доминирующие паттерны активности, связанные с определенными состояниями мозга. Так, например, альфа-пути мозга связаны с бдительным, но спокойным, расслабленным состоянием ума, когда мысли как бы свободно текут. Это немного похоже на сказку, но на самом деле это не похоже на сон, где может случиться все, что угодно. В этом есть определенная структура. Когда люди принимают кетамин, альфа-паттерн активности полностью отменяется, по крайней мере, на то время, пока они находятся под воздействием препарата, что обычно занимает от часа до двух часов или около того. Начинает проявляться другой паттерн мозговой активности, который называется тето-паттерном мозговой активности. Он как будто раскрывается. И именно этот тето-паттерн активности связан с состоянием, похожим на сон. Именно он в большей или меньшей степени находится на границе между бодрствованием и сном. Если вы когда-нибудь засыпали и думали о чем-то вроде того, что вы бежали и пинали себя ногой, очень вероятно, что в этот момент у вас в мозгу был тето-паттерн активности. Момент, непосредственно перед тем, как ты проснулась. В то время как, когда вы более бдительны, вы видите паттерны активности с более высокой частотой, такие как альфа, бета-ритмы и так далее. Итак, кетамин вызывает определенные паттерны мозговой активности, и это чувство диссоциации, когда его принимают в дозах под анестезией. Если ты помнишь клинические исследования, о которых мы говорили ранее, они водили полмиллиграмма на килограмм массы тела, чтобы облегчить депрессию у этих пациентов. Когда люди принимают кетамин, они получают его разными путями доставки. А теперь мы должны расширить наш разговор, включив в него как клинический контекст, так и научные исследования и рекреационное использование. Я делаю это потому, что обычно, когда люди принимают кетамин в ходе исследования, в ходе клинического исследования, они получают внутривенную инъекцию в вену или внутримышечную инъекцию в мышцу. Из расчета полмиллиграмма кетамина на килограмм массы тела. Однако, когда люди принимают кетамин в рекреационных целях, или когда они получают доступ к кетамину легально по рецепту врача и принимают его дома, что становится все более распространенной практикой, они часто принимают его перорально в форме таблеток или сублингвально, кладя под язык или за щеку. А затем этот так называемый трош растворяется, и кетамин поступает в их организм. Важно понимать, что когда люди принимают кетамин перорально, только 25% активной формы кетамина попадает в кровоток, а когда они принимают его сублингвально, обычно только около 35% от общего количества кетамина, который они принимают, превращается в метаболически активный кетамин, который воздействует на нейроны в их мозге. Поэтому, когда вы слышите о дозировках, используемых в исследованиях, они, как правило, включают инъекции кетамина и гораздо более низкие дозы кетамина, чем когда вы слышите о людях, принимающих кетамин перорально или сублингвально. Например, я вешу 220 фунтов, то есть 100 килограммов. Так что если бы я участвовал в одном из этих исследований, в которых я не участвовал, но если бы я был, мне бы дали 50 миллиграммов кетамина в виде инъекции. Однако если бы я хотел достичь такого же количества активного кетамина в крови и мозге, как при инъекциях, мне пришлось бы принимать в три раза больше кетамина в виде таблеток, и, возможно, немного больше в виде сублингвального кетамина, если бы я хотел получить тот же эффект. Так вот, если бы я принял 50 миллиграммов в виде инъекции в ходе исследования, и я пошел бы в другое исследование, и они сказали бы, хорошо, мы хотим воссоздать этот эффект. Сейчас мы дадим тебе таблетку. Обычно мне назначают 150 миллиграммов кетамина в виде таблеток или 200 миллиграммов кетамина в виде сублингвального перорального приема. Сейчас действительно важно понять эту зависимость от дозы в зависимости от бизнеса доставки, потому что я понимаю, что в настоящее время особенно многие люди принимают кетамин через легальные источники. Таким образом, они получают доступ к нему легально, но принимают его за пределами клиники, и, как правило, они не принимают его. Путем инъекций, что означает, что они принимают более высокие дозы кетамина и принимают его сублингвально или перорально. Поэтому очень важно понимать эту зависимость от дозы в зависимости от бизнеса по доставке лекарств. Теперь, в преддверии этого эпизода, я разместил запрос на вопросы о кетамине в Твиттер, и я получил много-много вопросов, некоторые из которых были превосходными. Но одним из наиболее распространенных вопросов был вопрос о том, что такое КДРА с научной точки зрения. КДРА это то, что используется для описания субъективного переживания, когда кто-то принимает кетамин, как правило, для развлечения, и в конечном итоге оказывается в состоянии псевдоанестезии. Это означает, что они приняли дозу, которая для них выходит за пределы субанестезирующей дозы, и переводит их на дозу кетамина, соответствующую уровню анестезии. Я уже упоминал все, что касалось дозировок, потому что очень важно знать, что разные люди, даже с одинаковой массой тела, по-разному реагируют на кетамин в зависимости от того, насколько быстро и тщательно они усваивают кетамин. В клинической практике инъекции кетамина в вену или мышцу производятся в дозе полмиллиграмма на килограмм, и у них там есть врачи, у них там есть исследователи, которые обращают внимание на то, находится ли человек в диссоциативном состоянии или нет, если он все еще находится в сознании, в сознании и для того, чтобы увидеть, переходит ли человек в состояние полной анестезии или нет. Вот в чем заключается одна из главных ценностей применения кетамина в контексте легальной клинической практики. Однако я был бы неосторожен, если бы не признал, что многие люди получают кетамин легально, но затем принимают его дома, надеюсь, не в одиночку. Надеюсь, там найдется кто-нибудь, кто будет наблюдать за ними во время сеанса со своим врачом через зуб. В наши дни телемедицина становится все более популярной, но это само по себе сопряжено с определенными рисками, не так ли? Потому что если человеку что-то нужно, а рядом с ним нет никого, кто мог бы позаботиться об этом, это может стать очень проблематичной ситуацией. И, конечно же, бывают ситуации, когда люди принимают кетамин для развлечения. Независимо от того, как они его получают, они принимают его и предполагают, как они будут реагировать на него, основываясь на некотором грубом понимании дозировок. Но когда люди говорят о кетамине, они имеют в виду прием кетамина в дозе, которая для них требует, они выходят за пределы легкой или, возможно, даже экстремальной диссоциации, и начинают погружать их в полномасштабную анестезию. И это само по себе может быть опасным. Погружение в состояние наркоза, подобное состоянию сознания, хотя и не всегда смертельно опасно, может быть смертельно опасным. И это, безусловно, может быть смертельно опасным, когда люди начинают сочетать его с другими наркотиками, в частности с такими наркотиками, как барбитураты или алкоголь. Поэтому я хочу внести предельную ясность в то, что диапазон доз, о котором вы слышите, когда слышите о кетамине, чрезвычайно широк. Так же, как и вариабельность в зависимости от любой конкретной дозы. Так же, как и реакция на определенную дозу конкретного человека зависит от способа доставки. Тебе нужно быть очень осторожным в отношении способности кетамина погружать тебя в глубокие, очень глубокие уровни бессознательного состояния, а в некоторых случаях и в смерть. И, конечно же, как и в случае с любым седативным средством. Нужно быть чрезвычайно осторожным при любых действиях, таких как вождение автомобиля или даже ходьба в пробке или в любом другом месте города. В некоторых случаях, если человек находится под воздействием кетамина. Кроме того, для тех из вас, у кого есть склонность к припадкам, будь то из-за эпилепсии или предшествующей травмы головы, или, возможно, у вас есть склонность к припадкам, но вы об этом не знаете, кетамин может вызывать судороги, и теперь тебе должно быть совершенно очевидно, почему это так. Кетамин блокирует мундорецепторы на тормозных нейронах и подавляет их активность, что, конечно, может привести к необузданному возбуждению в мозге, если вы склонны к припадкам. Когда я разместил запрос на вопросы о кетамине в социальных сетях, я также получил много вопросов о различных формах кетамина. Когда я говорю о различных формах, это включает в себя вопросы о том, лучше ли интраназальный прием, чем пероральный, лучше, чем сублингвальный и так далее. И так далее. Честно говоря, за одним исключением, различные способы доставки, вероятно, больше связаны с дозировкой, которая фактически метаболизируется, чем с чем-либо еще. Я имею в виду, что большинство людей не знают, как приравнять клиническую дозу в полмиллиграмма на килограмм массы тела к дозировке, соответствующей принимайте внутрь или сублингвально. А в некоторых случаях, кстати, люди принимают его ректально. Причина, по которой люди принимают кетамин ректально, заключается в том, что ректальное введение происходит в обход печени. И действительно, метаболизм кетамина может быть затруднен для печени. Он может значительно повысить уровень печеночных ферментов. Поэтому часто люди, которые часто принимают кетамин и не хотят причинять вред печени, выбирают ректальное введение. Теперь я понимаю, что если это каким-то образом не связано с вашей профессией, всякий раз, когда кто-то говорит интравектально, это вызывает удивление. И люди как бы откидываются назад. Еще немного, и я все пойму. В одном из следующих выпусков подкаста я обещаю провести различия между различными способами метаболизма лекарств, в зависимости от того, принимают ли люди что-либо перорально, сублингвально, путем инъекций или ректально. Еще один распространенный вопрос, который я получал, когда задавал вопросы о кетамине в социальных сетях, касался R и S форм кетамина. И я должен сказать тебе, что это привело меня в глубокую-преглубокую кроличью нору исследований, в ходе которых я обнаружил очень противоречивые свидетельства. Например, я смог найти статьи, я действительно нашел статьи, в которых говорилось, что R-форма кетамина обладает гораздо большим сродством к НДА-рецептору, чем это было раньше. S-форма кетамина. Я также нашел отзывы, в которых говорилось прямо противоположное. Все в порядке. И вот я сидел с двумя отзывами друг напротив друга, задаваясь вопросом, не случилось ли чего-то плохого с моей зрительной системой, пока не позвонил коллеге, доктору Налану Уильямсу, который является сертифицированным неврологом-психиатром с тройным советом директоров в Стэнфордской медицинской школе, лаборатория которой специализируется на использовании кетамина для исследования лечения депрессии и для лечения депрессии в клинической популяции. Я спросил его, в чем тут дело. Я получаю противоречивые свидетельства. И он мне все объяснил. Судя по клиническим данным на людях и исследованиям связывания, С-форма кетамина обладает большей эффективностью, то есть она может более прочно связываться с НДА-рецептором. В дополнение к этому, С-форма кетамина, как правило, вызывает меньшую диссоциацию при данной дозировке, чем комбинированная систоформа кетамина или чистый эркетамин. Он также добавил и прислал мне исследование, на которое я приведу ссылку в комментариях к заметке, что недавно было проведено клиническое испытание эркетамина, то есть только чистого эркетамина, и оно не смогло облегчить симптомы депрессии. Я сказал, отлично, большое тебе спасибо. Теперь мне стало совершенно ясно, что эскетамин является предпочтительной формой. Он вызывает меньшую диссоциацию и обеспечивает лучшее облегчение депрессии. А потом он сказал, нет, на самом деле все немного сложнее. Ситуация выглядит следующим образом. Комбинированная форма кетамина систо, по-видимому, является наиболее эффективным средством для облегчения симптомов депрессии. С-форма кетамина занимает второе место по эффективности с точки зрения облегчения симптомов депрессии, и в настоящее время наиболее часто назначается в виде назального спрея, перорального приема и сублингвального приема. И это то, что обычно вводят в виде инъекций в клинических исследованиях, где они делают инъекции. И похоже, что форма кетамина является наименее мощной и эффективной при лечении депрессии. Теперь я понимаю, что распространяя это в более широком мире и предполагаю, что существуют эксперты в области кетамина. Либо путем их использования, либо путем их собственных клинических исследований. Я могу, я получу много комментариев в ответ, говорящих, нет, на самом деле форма R была для меня более эффективной, чем форма S, по сравнению с формой систо и так далее. Еще раз повторяю, из проведенных клинических испытаний мы знаем, что комбинированная форма систо является более мощной и эффективной, чем чистая S-форма, которая все еще более эффективна, чем чистая R-форма. Вот и все, что мы знаем сейчас, основываясь на клинических исследованиях. Но, конечно, я признаю, что всякий раз, когда лекарство появляется в качестве клинического инструмента и используется в рекреационных целях, люди собираются исследовать, экспериментировать и находить то, что работает, так будет лучше для них. Поэтому я, безусловно, приглашаю вас поделиться мнением о том, что сработало для вас лучше всего, надеюсь, в клиническом контексте. Итак, независимо от того, использовали ли люди кетамин по рецепту своего врача, участвовали ли они в клиническом исследовании или делали это для развлечения. Я полагаю, что услышу, расскажите мне об этом опыте, и я приму его к сведению. Еще один часто задаваемый вопрос, который я получил, касался микродозирования кетамина. В настоящее время существует большой интерес к микродозированию кетамина. Люди микродозируют псилоцибин, люди микродозируют всевозможные вещества, надеясь получить некоторые из тех же эффектов, что и микродозы, но используя дозы соединений, которые не могут быть использованы, они ниже того, что могло бы вызвать, скажем, в случае с псилоцибином, галлюцинации или в случае с кетамином, ниже того, что могло бы вызвать диссоциацию и эйфорические эффекты, при которых человеку пришлось бы полежать несколько часов и отключиться до конца дня. Я проконсультировался по этому поводу со своими коллегами-клиницистами, и они сказали мне, что в настоящее время, то есть по состоянию на вчерашний день, нет никаких опубликованных клинических доказательств, о которых им известно. И в качестве дополнения, о которых известно мне, в которых микродозирование кетамина было эффективным для лечения депрессии. Все положительные эффекты от депрессии, о которых я говорил в этом эпизоде, почерпнуты из исследований, в которых люди использовали эту дозу кетамина в полмиллиграмма на килограмм. Или ее эквивалент к каким-либо другим способам введения, не инъекционным, а пероральным или сублингвальным. Так есть ли какая-то польза от микродоз и кетамина? Что касается научной и клинической литературы, опубликованной на сегодняшний день, то ответ отрицательный. Хорошо, и так, сегодня мы рассмотрели много информации. Мы говорили о том, что такое кетамин. Не забывай, что кетамин и ПХВ, ангельская пыль, очень похожи друг на друга. Оба препарата блокируют НДА-рецептор. Мы также говорили о том, какие субъективные эффекты это вызывает, диссоциацию, легкую эйфорию и восприятие себя третьим лицом. Это и есть диссоциация при приеме в низких дозах. А при приеме в больших дозах, это может вызвать полноценную анестезию и погрузить людей в подсознательное состояние. И на самом деле существует вероятность даже судорожного припадка и смерти, если дозировка достаточно высока для этого человека. Я еще раз хочу подчеркнуть, что чувствительность людей к дозировке сильно варьируется, способ доставки будет влиять на это и так далее. Мы также говорили о том, как сам НДА-рецептор и активация этой невероятной молекулы БДНФ, нейтрофического фактора головного мозга, по-видимому, важны, по крайней мере, для некоторых людей. Об антидепрессивном действии кетамина, как в течение нескольких дней, так и недель после приема кетамина. В дополнение к этому я описал, как кетамин воздействует на систему опиоидных рецепторов, и как мы просто не можем игнорировать участие системы опиоидных рецепторов в создании антидепрессивного эффекта кетамина. Мы также говорили о мозговых цепях и мозговых волнах, связанных с диссоциативными состояниями, и о том, что многие люди, принимающие кетамин, испытывают облегчение от депрессии. И я попытался выделить некоторые уникальные свойства кетамина. Во-первых, он, по-видимому, действительно облегчает депрессию там, где этого не делают другие подходы, но облегчение депрессии, как правило, довольно кратковременное, если его не применять таким образом несколько раз в неделю в течение нескольких недель. Из моды, чтобы вызвать то, что я называю долговременными изменениями, которые почти наверняка включают изменения в нейропластичности, то есть перестройку мозговых цепей. И еще один ключевой момент, который я подчеркнул, заключается в том, что мы всегда должны помнить, что, размышляя о том, как химические вещества, такие как кетамин или любое другое вещество, могут модифицировать мозговые цепи, чтобы изменить их и обеспечить облегчение от депрессии или какой-либо другой психиатрической проблемы, это всегда, всегда, всегда существует. Это обязательное условие для участия в антидепрессивном поведении, как способ дальнейшего усиления любых позитивных изменений, произошедших в результате медикаментозного лечения. Как однажды метко заметил мой друг и коллега, который является экспертом в этой области, улучшение качества жизни с помощью химии по-прежнему требует улучшения качества жизни. Спасибо, что присоединились ко мне в сегодняшней дискуссии о кетамине. Если вам нравится этот подкаст, пожалуйста, подпишитесь на наш канал на YouTube. Это отличный способ поддержать нас с минимальными затратами. Кроме того, пожалуйста, подпишитесь на подкаст, как на Spotify, так и на Apple. И на Spotify, и на Apple вы можете оставить нам пятизвездочный отзыв. Если у вас есть вопросы ко мне или комментарии по поводу подкаста или гостей, которых вы хотели бы пригласить принять участие в подкасте Huboman Lab, пожалуйста, оставьте их в разделе комментариев на YouTube. Я действительно прочитал все комментарии. Пожалуйста, также ознакомьтесь с спонсорами, упомянутыми в начале, на протяжении всего сегодняшнего эпизода. Это лучший способ поддержать этот подкаст. Мы обсуждали добавки не в сегодняшнем подкасте, а во многих предыдущих эпизодах подкаста «Лаборатория Губермана». Хотя пищевые добавки необходимы не всем, многие люди получают от них огромную пользу в таких вещах, как поддержание сна, гормональная поддержка и улучшение концентрации внимания. Подкаст Huboman Lab сотрудничает с компанией Importers Supplements. Если вы хотите узнать больше о добавках, обсуждаемых в подкасте Huboman Lab, вы можете перейти на страницу Live Momentos, которая называется livemoment.com Huboman. Если ты еще не подписался на меня в социальных сетях, я лаборатория Губермана на всех платформах. Так что Instagram, Twitter, Threads, Facebook и LinkedIn. И на всех этих платформах я освещаю науку и научно обоснованные инструменты, некоторые из которых пересекаются с содержанием Huboman лабораторный подкаст, но большая часть которого отличается от содержания подкаста лаборатории Губермана. Еще раз повторяю, это лаборатория Губермана на всех платформах социальных сетей. Если вы еще не подписались на наш информационный бюллетень по нейронной сети, то наш информационный бюллетень по нейронной сети — это бесплатный ежемесячный информационный бюллетень, который включает резюме подкастов и протоколы в виде кратких PDF-файлов объемом от одной до трех страниц. Эти протоколы включают в себя такие вещи, как набор инструментов для улучшения качества и продолжительности вашего сна, наборы инструментов для улучшения обучения и нейропластичности, наборы инструментов для преднамеренного воздействия холода, физических упражнений, концентрации внимания, выработки дофамина и так далее. Чтобы подписаться на рассылку новостей о нейронных сетях, вам просто нужно зайти на сайт hubermanlab.com, перейти в меню, прокрутите вниз до пункта «Рассылка новостей». Вы регистрируетесь, используя свой адрес электронной почты, но я хочу подчеркнуть, что мы никому не сообщаем ваш адрес электронной почты. Еще раз благодарю вас за то, что присоединились ко мне в сегодняшнем обсуждении. И последнее, но безусловно не менее важное, спасибо вам за ваш интерес к науке.